всем добрый вечер всем привет сегодня у нас снова воскресенье снова мы тут в теплой ламповой компании собрались обсудить фигурное катание всем кто хочет принять участие разговоре пишите в чат а если вы можете и имейте желание поддержать разговор своим голосом включайте микрофон и поговорим а у нас сегодня богатый спектр тем чемпионат европы чемпионат сша новости не стоит забывать грядущих событиях на следующей неделе у нас первенство россии то есть чемпионат россии среди юниоров некоторые считают что настоящее соревнование только у взрослых за юниорами следить не надо но по факту это будет если говорить о женском одиночном это будет сильнейший турнир сезоне среди всех вообще да безусловно чем от россии был сильный турниры и наверное интереснее за счет того нерва то истерики что было в сми но первенство россии все-таки будет посильнее начнем чемпионата европы чем от европы только что закончился принес очень интересные результаты не всем они нравятся кто-то спешит сразу начать кого-то обвинять кто-то видит в этом какие-то неудачи я не склонен так рубить с плеча обсуждающим от европы все было неплохо и по большому счету чем от европы всегда был такой крепкой европейской водокачкой некоторые склонны ценить очень эти медали как большие достижения упоминать о них но по большому счету когда и чемпионат мира и чемпионат европы всегда у нас проводится в один тот же год это не как футболик когда чем от европы раз четыре года чемпионат мира раз четыре года проходят они в разные года чад европы все равно это всегда был эдакий тренировочный турнир конечно возможность выиграть медаль ценно но не более того проиграть здесь квоты или проиграть здесь кто-то серьезно невозможно или очень сложно очень тяжело получить здесь какие-то проблемы тоже очень тяжело а все проблемы все медали все достижения они все на чемпионате мира поэтому это своего рода такая станция на пути конечной остановки которая конечно же чемпионат мира начнем мы обсуждение чем от европы наверное сразу женской одиночки не откладывая в дальний ящик тот вид которого ждали очень многие тот вид который наибольшей популярностью пользовался наверное хотя лично мне кажется что мужской турнир был поинтереснее начинайте европы в какой-то веке и так все началось короткой программе кроме наших девочек по большому счету серьезных конкурентов здесь не было мы их не ожидали никаких сюрпризов и не произошло а главное сюрприз а для кого-то не сюрприз для меня например это не было сюрпризом главный не сюрприз короткой программе это было выступление станислава константиновой бабка но она лучше боролась тем не менее после этого попыталась к флипу прицепить этот потерянный каскад который должен был на лучше на лучше случилась бабка поэтому каскада там не было так как двойные прыжки в короткой программе запрещены то это двойной лучом пошел за 0 баллов это минус элемент флипу прицепила тройный тулоп но он выше не докручены очень сильно там получила понижение кроме всего прочего упала с этого каскада очень полный набор я даже не знаю как сказать не проблем полный набор обычных свойственных константиновой вещей дед бабка тем не менее получила ну как тем не менее 57 баллов почти она получила это очень низкие баллы но с другой стороны одного элемента нет другой элемент в каскаде тулуп пониженный всего считать что нет падение и за минус 5 идет и флип в этом каскаде сколько ошибок должно быть программе чтобы получить такие баллы тем не менее и оценка за компоненты было высоко я понимаю многие у нас получают при падениях высокие оценки за компоненты многие у нас и при срывах получают высокие оценки за компоненты у нас фигурное катание весь спорта репутационные в определенном смысле но то бывают какие-то чемпионы обладатели медали чемпионата мира олимпийских игр те кто очень здорово прыгают или очень здорово катаются или являются лицом спорта короче говоря большой спектр таких спортсменов константиновая ни в одну категорию не входит многое говорил о том что издевательство над фигурным катанием у нас год за годом продолжается с протаскиваем константиновой сборную на старты теперь уже вот она повзрослела это не юниорские старты а главные старты а вот и ныне там она собственно не делает ничего неожиданного она как срывала так и срывает как выступала на каком уровне на том и выступает если кто-то другой когда он срывает падает или еще что-то делает для него случайность и это для него плохой день то для константина это нормальный день неплохой нехороший плохой день ее был начать мира об этом стоит помнить что если кто-то срывает и катает плохо он получает низкие баллы то низкие баллы для константиновой это обычный день а вот когда она срывает тогда это действительно будет там в третью десятку эти баллы позволили ей оказаться во второй по силе разминки произвольной программы все оказалось не так плохо но с одной стороны потому что и баллы были умеренно высокие но сложно об этом говорить 57 баллов но все-таки что такое 57 баллов другие катают чисто программу со старшими зубцовыми с каскадом 33 тоже получают 57 баллов а здесь нужно сорвать все и получить те же баллы не обладая никакой незапредельной техникой не красотой прыжков не великолепными выездами не блестящей группировкой не отличной музыкальностью я могу долго подбирать предлагательное но ничего этого нет важно понимать что когда статью ругают или ругают не из-за того что ее не любят или за того что кто-то является болельщиками других фигуристок как она сумела окрестить всех в интервью нет ее ругает потому что не хотят вот такого вот то что она показала в очередной раз на соревнованиях и она вместо того чтобы приехать туда и опровергнуть ругателей она всякий раз подтверждает и нельзя сказать опять же что на нее давит груз или ответственности или как раз груз этих недоброжелателей которые ругают нет затыкающих им рот гораздо больше кричащих что не трогайте стасе она не виновата это же не она сама себя оценки ставит это суде или не она себя сама отправляет на соревнования это отправляет ее на соревнования лица первой из федерации надо ей все-таки что-то менять определенные комментаторы у нас уже успели от месяца в том числе и в прямом эфире первого канала рассказывая кому и что нужно менять а я вижу что меняет надо в первую очередь константиновый забегая вперед коллеге надо менять что-то при желании можно составить за последние несколько лет список стартовый список срывов одного и второй и посмотреть а сколько же у них было чистых прокатов не за год не задуман погода за три за четыре и сколько было за это же время срывов и сколько за это же время было грубых срывов какова разница между домашними оценками и международными каталась стася плохо в короткой программе оказалась во второй разминке по силе там вокруг нее были иностранки в том числе условные иностранки рябова например это практически наша вместе с поли в этой разминки девочки из других стран такие как катя рябова мейте фигин пелтонин бризиново и вот константинова можно себе представить в какой компании оказалось стася если уровень этих девочек когда кто-то может раз за сезон куда-то там с отгребовкой со всей поддержкой как смогла пелтонин забраться куда-то в призы откатать с трудом на 180 плюс но в основном предел мечтания этих девочек там 170 и вот стася она здесь здесь и это с большими большими грибами она чуть в третью разминку не вылетела благодаря искать такой компонентом то что если смотреть по технике это чисто третье разминку нее висела если смотреть по технике тут у нас такой техника есть люди с техникой выше чем у стася есть люди и 4 разминки есть последний если смотреть по технике можно глянуть в ее протокол где у нее три вращения 4 уровня дорожка 4 уровня четверки в гоях открываю считаю четверки 1 2 3 4 5 6 7 то есть пожалуйста человек и считаю единицы сколько же не единиц 1 2 3 и сколько двоек 1 2 3 4 5 то есть вот по мнению судей это был прекрасный отличный прокат стоит вспомнить васильева до которой рассказывал на самом деле она отлично откаталась вот если вы не ошибка то тогда бы она набрала 80 это относилась правда к медведеву и ну тоже можно сказать от грибовка имела место быть все на четвертый уровень и все с хорошими хорошими грибами и вот только здесь где нельзя поставить четвертый уровень и где нельзя поставить грибы потому что было падение был срыв поставлены низкие оценки а вот там где нельзя конкретно придраться там высокие то есть я к чему веду если здесь были более конкретные критерии оказалось бы что здесь все плохо то есть под лупой давайте рассмотрим ее вращение под лупой давайте просмотрим ее дорожка там много найдется поэтому то что она набрала в том числе и такую технику марк говорит что с этой техникой она должна была быть в третьей и эта техника то она великовато прямо скажем чё что надо было вообще 4 отправить что ли я об этом говорил если бы это было не константиновой если так бы выступила какая-нибудь шведка испанка там француженка меняем флаг снимаем российский флаг пусть это бой фигуристка из более слабой федерации она бы в произвольную программу не вышла да если это было бы француженка или итальянка может быть она поборолась бы за выход с трудом и не знаю где то было бы вот может вышла бы а может нет а любая другая страна любая слабая федерация и все какой выход в прозвольную программу получается блат не только в россии еще и в европе у стаси у стаси блат только в россии на самом деле просто чем от европы у нас был минске где нас активно помогали с организацией я не знаю помогали наши с организацией не помогали но понятно что в минске она вправе ожидать гораздо более высоких оценок чем мы скажем где-нибудь великобритания это раз а 2 опять же ее отправили много есть мысли почему именно ее отправили они скажем губанову тарусину там глюкову но и отправили в том числе и для того чтобы вытеснить из таблицы лучших обладательниц бестов за сезон анну тарусину которая сейчас 9 в этом условном списке среди российских фигуристок она девята а значит она претендует на этапы взрослого гран-при на следующий сезон а константинова наоборот вот теоретически она должна получить один этап не по бесту а по рейтингу но практически этого может и не случиться и вот ее отправили я так предполагаю именно за этим забегая вперед не смогла она превзойти тарусину тарусина по-прежнему девятая губанова 10 то есть если кто-то у нас допустим в следующем сезоне заранее не самом сезоне анонсирует что я пропускаю сезон то тогда еще губанова мы увидим на этапах гран-при взрослого а константинова вот как то так она там где она есть и это по делу антон задает вопрос почему рябова сменила федерацию нигде невозможно найти приличную информацию антон но самом деле информации такой нет никто никогда это за кулисье никому не рассказывает но тут это тайна мандридского двора троганула наша федерация несколькими фигуристками с стороны их у нас много и много тех девочек которые ни на что не претендуют и вряд ли будут претендовать а выступать хотят тему все равно то что тоже рябова за азербайджан она заранее понятно известно ничего не добьется и даже близко к пьедесталу стоять не будет но очень хочется очень хочется поездить на чемпионат мира на чемпионат европы им хочется поездить другим странам хочется получить таких федераций а нам на конгрессе который был в начале лета очень хотелось чтобы вопрос о повышении возраста не рассматривался поэтому так и получилось этот вопрос тогда по инициативе израиля был в момент утверждения повестки снят а ряд фигуристок отправились иностранные федерации рябова в азербайджан кузьменко во францию супьян в израиль полина шубадёрова тоже в израиль собирала сейчас что-то там процесс остановился опять она то ли переходит в пары то ли переходит танцы оказалось что не очень ее в одиночном складывается но вот здесь никакого секрета никакой тайны нет по поводу того почему сразу несколько фигуристок у нас сменили федерацию ладно возвращаемся к чемпионату европы понятно что если говорить о короткой программе из тех кто оказался ниже стаси о ком можно сказать и ведь тот допустим от нее сильного выступления ожидать нельзя было по большому счету серьезнейшие проблемы у нее с луцом здесь вот ей этот луц был защитен хорошо ударно моргали галки европейским фигуристкам тем кому надо с тем чтобы ну хоть какие-то бесты им обеспечить хотя бы там один этап гран-при на следующий сезон но по большому счету боится она этих зубцовых прыжков как огня там и недокрут и там и даунгрейды проблемы но тоже вот если смотреть протокол открываешь протокол это фантастика все четвертые уровни вращения четвертый уровень дорожки все равно беда не обошла ее стороной очень хорошо помнит уже этот прокат сорвала и аксель получился только одинарная она обрадовалась что прыгнула на свой каскад пусть это всего лишь из тулупов 33 но тем не менее 33 прыгнула тот самый многострадальный луц обрадовалась и получилась не такая артистическая бабка там даже не одинарная аксель был осталось без элемента а на каскаде там и недокрут нашли там и по марка было поэтому 55 баллов это еще по-божески и судили очень тяжело сейчас прокаты даются ей вот она оказалась даже в третьей по силе разминки кто тут еще ниже неё юлия сатору даша грамм лукреция женара итальянка которая достаточно грибно как обычно итальянцы судят от сужена они того слон ямада швейцарка американского происхождения этническая японка тут черного сломит николь шот которая аж в последней разминки оказалась все никак не восстановится после травмы процесс восстановления видимо еще идет и будет продолжать эти анастасия галустян здесь же в общем те кто ниже стаси но вот те кто ниже нее те были совсем не очень а рядом с константиновой разминки если вы же мы если уже я начал с константиновой то надо здесь и продолжать бразильного чешка ну так себе она катала типичный у нее американский стиль фигурного катания тренируется сша и то что она показывает иногда даже думаешь что это американка какая-то катается этот стиль ни с чем не спутать все прыгнула все показала старалась но каскад 3-2 3-2 это каскад из двух тулупов был то есть о чем тут можно говорить тут можно очень красиво все делать но здесь не канада если ты прыгаешь каскад 3-2 из двух тулупов то нужно понимать что судьи тебя будут оценивать достаточно строго ты заранее им говоришь что я фигурист не очень сильный эми пелтонин многие ждали спрашивали даже были такие вопросы а кто же у финок сильнее кто у них лидер пелтонин или линфордс когда одна катает лучше когда другая а в целом если за сезон одна из них выдает хороший прокат то есть удается и собрать две программы чистые в одном соревновании то это здорово в этом турнире пелтонин было не очень тоже тут и и каскад 3-2 опять же из тулупов и по марке 58 баллов ей поставили но это не тот уровень который в принципе является конкурентным прыгаешь каскад 3-2 из двух тулупов еще допускаешь при этом в прокате грязь понятно тебе моргает еще что-то здесь она была десятой после короткой программы на чемпионате мира конечно с одной стороны кому там проигрывать три японки две американки корейки канадки не так много сильных фигуристов чтобы не попасть в произвольную но вполне может в произвольную не попасть там судить будут по-другому это не чемпионат домашние где финки изначально рассматривались как не то что фаворитки но вот в первых номерах потому что европа последнее время стала на европейском чемпионате судить себя и выступать единым фронтом вот у нас есть какие-то лидеры европейские и мы их будем грибовать чтобы доказать что европейское фигурное катание это не только русские вот у нас тоже есть о ком говорить о ком тут говорить если каскад у нас 3-2 из двух тулуп в свою очередь хорошо откатала болгарка александра фигин тренирует которую старый наш знакомый бывший ученик мишина хорошо в каком смысле есть все время стали она всегда катает более-менее прилично но недокрутую бич получше катала прыжки стали получше недокрутов не получила и то что баллы были не столь высокие 60 баллов не набралось 58 80 59 считаешь что это вопрос репутации больше будет продолжать катать так без недокрутов без срывов очень быстро ее баллы подрастут с другой стороны она тоже юниорка есть у нас родители за чистоту фигурного катания их надо отправить на стажировку в канаду на стажировку в сша там объяснят в каком возрасте начинается настоящая женская по каком возрасте начинается настоящее мужское я думаю сильно удивятся эти у нас комментаторы восьмой в короткой программе французин комитет стала чернокожая не могу никак отделаться от мысли когда она катает что у нее типично мужское катание не женское очень силовая в каком смысле не в том смысле что я хочу там какую-то тень бросить нет ни в коем случае катает она хорошо силовая агрессивная манера направленность первую очередь на показ каких-то атлетических элементов они элементов мягких элементов женственных элементов пластики двояко я все время шучу на эту тему двоякий процесс происходит с одной стороны где-нибудь в америках всякие репоны и браны у нас настоящая женская показывают крутя всеми частями тела туда-сюда и выгибаясь так и это отдельные девушки томите или канатка делиман наоборот под музыку маршируют и показывают типичное мужское катание ну получилось здесь здесь она ошиблась но как обычно она всегда прыгает вот ее прыжки тоже примерно как у константина очень такие кривые очень корявые просто техники не хватает за счет силы она прыгает берет силой это позволяет ей спасать очень много не падать тем не менее прелести в глазах судей это не добавляет оценки она получает невысокие 10 на восьмой стала получила недокрут на лучше судьи поскупились на отрицательные оценки екатерине рябовой бывшей нашей которая сейчас школе плющенко занимается не хватило совсем чуть-чуть чтобы попасть сильнейшую разминку и 5 сотых балла не хватило чтобы 60 баллов короткой разменять тем не менее на фоне остальных она катала здорово тут вам и каскад 3-3 причем не из тулупов со старшим зубцовым тут и тройной флип то есть практически был показан нормальный топовый набор для женского одиночного каскад 3-3 и старшие зубцовые слабая федерация азербайджан ребро на луце она вообще так говоря там было есть такая проблема у нее и между нами говоря хотя компоненты она могла получить и повыше программы всегда ну как всегда всего второй год работает школу плющенко но программы не сильная сторона школа евгения программы всегда вызывает вопросы программы всегда вызывают ощущение что это не программа какой-то набор элементов под музыку до вышла до здорово откатала до все прыгнула повращалась выполнила дорожку но программу нужно ставить собственное лицо нужно искать это не тот уровень который позволит ей получать совсем уже высокие оценки потому что грибов от федерации не будет федерация слабая а катать просто поражая всех запредельной техники но нет у нее запредельной техники примерно прыгают что и все здорово этого мало этого недостаточно до луло действительно умеет и была локальная битва но всегда чем над европы для некоторых стран большинство стран тут имеет по одной квоте на некоторые европейские страны по две да некоторым даже удается три квоты получить но в основном это ненадолго один год другой три квоты в каком-то виде какая-то страна имеет а потом снова к двум а то и к одной поэтому те страны у которых действительно есть две или три квоты там больше одного сильного участника всегда это серьезная разборка между спортсменами а кто сильнее потому что дома как вы понимаете даже в небольших с точки зрения фигурного катания странах всегда это какие-то грибы это стенки это административный ресурс на чемпионатах есть возможность разобраться в более такой независимой атмосфере мейте выигрывала улика валье все последние годы чемпионаты франции и справедливо это было честно но вот здесь в короткой программе она и уступила татьяна спрашивает на кого делает ставку французской федера на ларина или на митры я так понимаю они хотят медаль на командники олимпийских игр татьяна они ни на кого не делают ставку до олимпиады далеко если ты сама заговорила про командник чтобы через четыре года кто в какой форме туда придет не появится ли кто-то новый у них так загадывать далеко не надо все получают свою порцию поддержки тем более что особо победить никому не светит а если б светило то поддержали бы вдвойне в таком случае кого-то или кавалье имеет они получают полную поддержку им собственно не нужно никого поддерживать им интересно чтобы они были в обе чтобы они были обе чтобы они вот хотя бы даже в таком режиме в такой форме соперничали между собой рассвет этого а там уже ближе главным стартом я имею ввиду главным стартом цикла к олимпийским играм они уже и выберут кто кого по большому счету сейчас имеет и или кавалье они не выглядят не конкурентоспособными не перспективными ничего у одной серьезные проблемы с трудом решаемые и и другой серьезные проблемы тоже трудом решаемые если кто-то из них действительно сможет пробить этот потолок и выйти на новый уровень это будет удивительно как раз о французах зашла речь здесь у нас и первая разминка в короткой программе подошла ларин ли кавалье которая сменила тренера в этом сезоне которая перешла к тому тренеру от которой ушел корсеру джейсон браун но честно говоря сильно чтобы это и помогло я не вижу тулупный каскад с большим большим трудом луц там и наморгали ей физическая форма вызывает вопросы мы здесь не слишком толерантны чтобы молчать о том что неплохо было бы пару килограммчиков скинуть варим глядишь бы и прыгалась бы полегче и может быть бы и каскад был бы не тулупный но пока имеем что имеем сильно она много не пыталась сделать получила оценки повыше чем то же самое мейте но я не знаю я и не могу сказать что этот прокат мне понравился или кавалье раньше она лучше каталась тот кризис который у нее наступил с изрослением она так из него никак и не выберется тренера сменила но смена обстановки смена там не знаю режима питания сша хочешь не хочешь пищи другая на пользу ей пока не идет здесь она попала в первую разминку может быть кому-то понравилось как она катала мне нет николь раджикова на пятом месте наморгали и здесь помнится много она прыгала каскад 32 луц ритбергер это был ритовый каскад на 32 протокол у нее чистый но за не менее лучшего поставили высокие оценки ей ничего не могу тоже сказать кто хочет попытаться может сказать подозреваю что никто не вспомнит просто потому что ну вот не запоминается нет какого-то лица собственного нет чего-то чем можно брать тот главный вопрос который всегда стоит задать фигуристу фигурист должен сам себе задать вопрос вот ты прыгаешь допустим ты в женском одиночно выступаешь ты прыгаешь и флип и луц и каскад 33 это все очень хорошо а теперь вопрос а чем ты будешь брать потому что другие точно так же это все прыгают чем ты будешь отличаться других почему у тебя должны на первое место поставить а не кого-то еще но действие этого нет все говорю про необходимый минимальный уровень каскад 32 сольный ритбергер и 64 балла которые поставили но вот чистый прокат выдала пусть 32 более-менее красиво каталась получила 64 балла вот он уровень европейского чемпиона а тут уже подходим к подиуму века линфордс на четвертом месте и вот он как раз тот самый уровень необходимый минимальный старшие тройные каскад 33 ну вот она и оказалась на самом верху хотя на флипе у него там помарка была и вообще можно было можно было придерживаться к лукатанию но чемпионат европы относительно женского одиночного что в короткой что в произвольной программе я не беру именно наших девочек оставим наших за кадром вычеркнем он как оставлял гнетущее впечатление так и оставляет все очень неважно здесь и женское и не женское все плохо в европе женском одиночном будем честны промежуточное третье место алексия паганини заняла уже удавалось ей в этом сезоне заявить о себе когда она откатала почти чисто две программы на кубке ростелеком там получила она тоже произвольные снимали и вращение уровне позиции и недокрут ставили но в целом но это фигуристка тоже с очень ограниченными техническими возможностями тем не менее в короткой программе еще это как-то можно скрыть за счет того что тут прыгаешь если ты 33 прыгаешь со старшим зубцом вот ты уже можешь претендовать на что-то опять же сложная фигурно-катательная судьба когда живем в одной стороне выступаем за другую тренируемся в третий до этого выступали за четвертую и за пятую человек предполагает а бог располагает ну стала она третья в короткой программе тут нас наверное не сильно должно волновать кто третий отрыв чисто символический у швейцарки от финки был кто там швейцарка финка они все по сравнению с нашими девочками очень слабые можно брать чем от россии не то что первых там 10 12 участниц 13 всех на чемпионате россии 18 человек было все 18 человек они все будут лучше к лизерам подходим и софья самодурова и алина загитова катали короткую программу хорошо марина загитовой была по марка на флипе на ритовом каскаде и поставили галку есть проблемы с докрутами прыжков у алины в этом сезоне сначала меньше было потом больше случилось я говорил об этом те кто давно с нами те кто давно спорят разговаривают знают что еще осенью говорил о том что появились такие проблемы есть серьезные вопросы прыжкам они изменились они изменились по сравнению с теми какие были вот только что есть вопросы что случилось и возможно нужна нужна пауза если это травма если еще какие-то проблемы чтобы прийти в себя но к сожалению паузу то есть это было ясно еще в октябре но пауза не просматривалась один этап гран-при через две недели другой там гран-при через финал гран-при еще через неделю чемпионат россии казалось что вот она должна быть пауза что начнет европы она ехать просто не должна как я тогда говорил что вот над европу можно будет пропустить и тогда до чемпионата мира будет большого окно несколько месяцев за три месяца уже можно успеть многое сделать многое исправить но вот не получается вся эта истерика в прессе все эти интриги этого медведевского хвостя они не дают жить я фигуристкам нашим и вопрос не только в загитовый другим достается сейчас самодурова на втором месте опять же будем честны с одной стороны смешно было наблюдать как комментаторы тарасова и гудин в один голос и рассуждали во время ее проката что катает она не очень хорошо что вот она сама на себя не похожа мы прекрасно знаем откуда черпают вдохновение эти комментаторы с другой стороны тоже есть доля правды в этих словах то есть вопрос другом мы можем об этом говорить и комментаторы с экрана телевизора во время ее проката наверно не должны на чемпионате европы во время проката наши фигуристки а нам конечно позволяется мы тут сидя на диване выражаясь образно комментируем и рассуждаем очень волновалась тоже софья молодец справилась с нервами но оторжалась это на ее прокате частично ехала на контроле все у нее получилось все удалось сделать получила очень высокий балл и получила личный рекорд получила грибов и в гонях и в технике и в компонентах главный старт от европы все справедливо все по делу андрей а можно еще вот обратиться к составу судей вот в очередной раз удивил голландский судья в частности эта женщина которая дебютировала в роли судей мы выяснили что она была до этого в технических вот тех контролер она была по моему если не ошибаюсь она ставила очень низкие оценки в компонентах вот очень неожиданно кстати говоря вот прям ну очень выбивалась она из оценок других судей есть такая история всегда надо понимать что не монолитные не судей не мнение судей не какие-то даже предметы которые казалось бы должны едино восприниматься как нужно оценивать какие должны быть шкалы для оценивания обычно конечно это все используется для подтасовки какой-то судья якобы оценивает всех гораздо строже чем все остальные покажите мне чтобы какой-то судья гораздо сильнее оценивал гораздо щедрее оценивал чем все остальные всех и намного чтобы сильнее как здесь было с этим судей А вот чтобы гораздо строже, очень часто, отработанная технология. Один судья должен оценивать гораздо строже, и другой почти такой же. Почему их должны быть двое? Потому что крайние оценки отбрасываются. И тогда мы оценки одного судья отбросим, а оценки второго останутся. А также останется какой-то случайный разброс. Ведь кто-то тоже может где-то как-то за какой-то элемент поставить пониже, чем другие. И вот за счет вот такой нехитрой интриги мы понижаем общую оценку. Несмотря на защиту, в том числе и от этого, и дисперсии защиту. Я имею в виду отбрасывание крайних оценок, чьи это были происки. Канадские, уже не будем показывать пальцем. Или чьи-то еще, это уже не так важно. Они не имели места, и это факт. Ну вот, в частности, данная судья очень неплохие оценки поставила Паганиния. Ну, не выбивалась там и так далее. А, допустим, ну вот, нашим девочкам гораздо ниже. А Рябова, Галустян, Дубинина вообще четверки получили. В нашей школе низко. А Паганини, Линфорст, там еще каким-то, высоко. Это я видел. Да, есть такое. Ну, а по твоему мнению, вот действительно есть что-то особенное в компонентности Паганиния, допустим? Нет, по моему мнению, нет. Девочка весьма и весьма средняя, девочка ничем не выделяющаяся. Конечно, если конкретно смотреть, если конкретно разбирать, надо ли это. Можно сказать более конкретно, что плохо и что хорошо. Но, насколько я помню, надо начать с того, что у нее два зубцовых на две программы. У нее один лутс в короткой программе и один лутс в произвольной. А флипа вообще нет. О чем тут говорить? О каких компонентах тут можно рассуждать, если она не прыгает флип? Если она прыгает и лутс при этом один только. В общем, и с техникой проблемы, и с компонентами проблемы. Но есть поддержка у судей, поэтому даже мы здесь вынуждены ее обсуждать. Там нечего обсуждать. Будет что обсуждать, а от судей была вот она уже на Кубке Ростелеком. Уже обсуждали тогда, что по большому счету там ничего особенного. Поэтому, Ир, я не знаю, это чьи-то проски или чья-то глупая, некомпетентность. Не знает она, как нужно оценивать, как нужно судить. Вопрос тут открыт. Поэтому, если нет других вопросов, предлагаю к произвольной программе переходить. Ну, я могу добавить по-короткой, что те девочки, которые выступали, в принципе, по сезону, даже, может, и по этому сезону, даже по прошлому сезону, те, которые были на слуху, те, которые и на этапах гран-при, и те, которые и на сетьми бэшках занимали приличные места, они, в принципе, более-менее прилично провели эту короткую программу. Все это брались в две сильные разминки. Единственное, что там может выбиваться из этой очереди, это Анита Остл. Но она так крайне нестабильно выступает. Если оно не получалось, когда это хороший прокат, это праздник был на ее стороне. А примерно ее уровень, что у нее там получилось, 52 балла. Ну, это вот примерно вот так вот. Повезет, не повезет. А все остальные более-менее нормально все провели и, можно сказать, получили такие стартовые позиции для произвольной программы. Можно сказать, как бы жеребьевка произошла, потому что их результаты, они более-менее такие рядышком. В произвольной программе это еще меньше площадь для разговоров, потому что, если в короткой программе еще можно как-то откатать, если у тебя не идет, если у тебя плохая форма, тебя может повезти, еще что-то, то в произвольной уже товар лицом показывается. Поэтому катались плохо. И Ослун каталась плохо. И Шот каталась плохо. Ну, Шот после травмы до сих пор. Никак, никак не получается. И Рябова не блистала. Программа сразу не задалась. Первым прыжком получилась бабка на луце. Понятно, что дальше и настроение было другое. И ошибок было наделано выше крыши. Каскад потеряла. Вообще не прыгала. Только два каскада вместо трех. Это не те прокаты, которые она хотя бы дожила. Она этап гран-при юниорского показывала. Раджикова, Фейгин. Все они с миллионом недокрутов. Все они с не самым серьезным прыжковым набором. Тот, Борзинова, Пелтонин. Без недокрутов. Но без семи тройных и даже без шести тройных. У Пелтонина так вообще огромные грибы. У нее тут Бабонов полный протокол. Двойной Луц, двойной Сальхов, одинарный Риттбергер. И при этом она совсем с этим набирает 112 за произвольную. Но это, видимо, за настоящее женское ставят. То есть самое погонение. Уж как сильно не развалилась Загитова. Погонение набрало меньше нее. Потому что это самое погонение. То, о чем я говорил. Всего один зубцовый в произвольной программе. А всего тройных набралось пять. Она, понятно, без флипа она может только шесть прыгать. Но вздвоила Сальхов в каскаде Войлерном. И получилось вообще пять. Так тут же и поморгали ей. И недокрутов поморгали. Что-то поставили, а что-то моргнули. И оценивали достаточно неплохо ее. Но прокат был не тот, на который она надеялась. Ликавалье с Мейте почти одинаково откатали. Хотя Мейте в произвольной обошла Ликавалье. То по сумме за две программы все так же и проиграла. Но тоже не хочется останавливаться на этих прокатах. У Мейте по-прежнему непонятно какое фигурное катание. Непонятно какое о чем. То есть это скорее маршировка какая-то под музыку. А Ликавалье мучается. Остаются тогда четыре человека. Остаются трое наших девочек Элинфорс. Сначала, чтобы перейти к главному Элинфорс, можно пару слов сказать. Завоевала действительно бронзу. Хотя там многие... Многие-немногие, но уже нашлись у нас настоящие патриоты, настоящие болельщики. Которые кричат, она должна была завоевать серебро. Загитова должна была ей проиграть. Насколько я знаю, сами финские комментаторы... У них таких идей не возникало. Они не считали, что Элинфорс лучше Загитова. Видимо, эти люди плохо разбираются, чем некоторые диванные эксперты. У Элинфорс в произвольной программе, например, тройных тоже только шесть. И это никакая не сдвойка. Но вот не ставит она семь тройных, не выкатывает, шесть тройных прыгает. Были и помарки, были тоже и недокруты, и грибы получила. Поэтому она выиграла честно. Бронзу в том смысле, что победила всех своих европейских соперниц. И обошла, вообще-то говоря, Стасию Константинову. Которая сейчас бы после полного развала в короткой, и после не слишком в разумительной произвольной. Там был Бабон. Катила она на контроле, чтобы не развалиться тоже. Сейчас бы еще в бронзу въехала. Это было бы тоже... Скандал, не скандал, но... Это многое бы сказала об уровне фигурного катания европейского. Можно развалиться совершенно, абсолютно. После этого кое-как откатать произвольную и все равно стоять на подиуме. А если бы не было двоих других русских, еще и выиграть. Это же говорит в первую очередь об уровне общем. Поэтому поддержала хоть Вивека Линфордс, своих европейских друзей. Шесть у нее тройных, но она всех их выкатила, более-менее хорошо катала. Хотя, опять же, сейчас вспоминаю, что она катала, какие образы передавала. Я могу с трудом вспомнить, не запоминаются такие программы, не запоминаются такие прокаты, не оставляют они в душе следа. Андрей, ну, если я не ошибаюсь, она ведь Стасию уже обыгрывала, Вивека Линфордс. Да, была она на бэшке в Финляндии третьей, тогда обыграла Стасию. Было дело. Ну, и Стасия. Было ожидание того, что не будет она сильно вкладываться в произвольную, что примерно как у нее было на этапе Гран-при. После проваленной короткой, чтобы совсем не облажаться, чтобы совсем на ней крест не поставили, будет катать набор элементов под музыку, будет выполнять программу на контроле. Конечно, все было не так плохо, как там, в том смысле, что не было уж такого полного контроля, где на этапе совсем уже так было. С одной стороны, комментаторы все хвалили, а я смотрел это и не понимал, где программа, где музыка, где элементы, а где фигуристка. Все было в разнобой, потому что, ну, полный контроль, мы просто делаем то, что мы должны сделать, а на музыку все равно, на какую-то хорео все равно. Нет, здесь было не так плохо, но все равно короткая программа отпечаток свой накладывала. Можно было выйти, может быть, где-то на драйве откатить, бросить в огонь всю свою страсть, панели пропал. Нет, такого не было. Другой вопрос, что Стасе все равно, была бы не Стасе, если бы она и здесь не устроила. Срыв, ошибки, все это было. И лутс бабкануло, и недокруты были, один ей поставили на флипе. Тем не менее, даже здесь уже после такой короткой программы не самые плохие оценки у нее, и в ГАЯх не самые плохие. Хотя уже не так щедро ее оценивали, как в короткой программе. Отличную сумму баллов получила. Ну, я сорвала лутс, самый дорогой прыжок, вместо тройного двойной. Еще и на плюсы он получился. Я получила недокрут на флипе, я в целом не была особенно хороша. И что у меня по результатам? По результатам у меня 133 балла. Это много, это очень много. Весьма умеренной какой-нибудь короткой, баллов на 65, на 67, это 200 баллов в сумме. Это много. У той же Тарусины 200 баллов, без-то нет. Константиновой бы хватило 200 баллов, чтобы Тарусину обойти. Большие, большие оценки получила. Огромные баллы, учитывая то, что, опять же, был срыв, прокат был не самый лучший, прокат не смотрелся, были другие ошибки. И я буду повторяться, но я скажу, что не был бы чемпионат этот Европы в Минске, не был бы он там в России, не был бы он где-нибудь в ближнем зарубежье, был бы он где-нибудь подальше. И не получила бы таких оценок ни в короткой Константиновой, ни в произвольной. Не по месту. Следующий, о ком я скажу, я скажу о Софье Самадуровой. Выиграла она и турнир, выиграла она произвольную программу, все катала, все делала, хорошо ее оценивали, хорошо гойли, здорово охлопали трибуны. Ну, молодец. Видно было, под каким давлением она выходила на произвольную программу. Говорила она, что я не слышала оценок, я могу ошибаться, по-моему, говорила она, что я не слышала оценок Загитовой. Мне кажется, немножко лукавит Софья. Слышала и понимала, что для нее это шанс, которого больше может не быть, выиграть чемпионат Европы, получить эту медаль. С одной стороны, да, я говорю, это побрякушка, такая европейская ВДКшка, а с другой стороны, для некоторых фигуристов или фигуристок ничего серьезнее в жизни может не быть. Поэтому это был ее шанс, и она должна была им воспользоваться, очень ей этого хотелось, и, безусловно, это желание мешало, сумело справиться с нервами, тоже катало, особенно поначалу, сильно зажато. Не стоит на это тоже внимание обращать. Главное, что зрители на трибунах, трибуны, которые были в шоке, не в шоке, но расстроены прокатом Загитовой, получили этот заряд бодрости, заряд эмоций, заряд хорошего настроения именно от проката Софьи Самаруровой. И сама она молодец, и зрителей счастливыми сделала. Прекрасно все. Получила опять грибов. Немаловажно, я думаю, немаловажно. В преддверии чемпионата мира и о квотах надо подумать. Это может быть несколько циничное заявление, но все имеет значение здесь. Не на самой дружественной территории будет чемпионат мира. Нужно держать ухо востро. Андрей, я бы хотела еще вопрос задать по протоколу у Сони Самодуровой. Судьи, некоторые даже на минус оценили у нее тройной луц, это вот вторым прыжком, который она прыгала, и во второй половине каскад аксель, двойной турок, двойной рит. То есть некоторые поставили минус, а в основном нали. То есть кто-то из них не дадут, что ли, подозревал? Очень низко. Везде налили минус. На луце тащила она прыжок, на луце там ребро. Кому-то показалось, что ребро неправильное, неплоское. Вот тебе и минуса. Что касается каскада 2-2-2 с дуплем, двойной аксель, двойной турок, двойной рит, там она ногу подставила, там у нее запятая была, там у нее была заминка. Кто как оценивает. Все поставили нули, кто-то поставил минус 2. Я думаю, это уже не так важно. Всегда бывают какие-то разночтения, все одинаково судить не будут. Мне кажется, так. Да, и напомни, пожалуйста, она улучшила свой бест, Соня? Да, конечно. У нее бест был под Медведевским, а сейчас она ее уверенно обошла. Она обошла Щербакову, и теперь она вообще себя очень спокойно чувствует перед следующим сезоном с двумя этапами Гран-при. Уже по всяким разным раскладам, без вариантов. А Медведева, соответственно, оказалась уже на седьмом месте. То, о чем я говорил тогда перед прокатами Губановой, когда Губанова катала Соскова. Саханович, то если кто-то из них обходит Медведеву, то совсем не волшебным будет шанс, когда Медведеву вытеснет из заветной девятки, она пролетит мимо этапа Гран-при. Но вот без всяких специальных подтасовок, без всяких интриг уже Медведева на седьмом месте. Можно представить, если бы Саханович на пару баллов больше набрала, Медведева была бы на восьмом. Вот уже все не очень хорошо. Константинова бы здесь не обвалилась, Медведева девятое, девятое место это один этап Гран-при, но только и восьмое тоже было бы не очень хорошо. Хотя на девятом месте, вообще-то говоря, она все равно не была бы с одним этапом. У нее же еще по рейтингу мест получается. Восьмое тогда было бы с одним этапом, но это уже расклады будущие, о них как-нибудь другой раз. Но сейчас у нас каким образом выглядит список из наших фигуристок с бестами. Это Загитова, Трусова, Туктамышева, Косторная, Самодурова, Щербакова, Медведева, Саханович, это восемь человек. Девятое Тарусина, и это девятнадцатое место в мире, и скорее всего она и после всех остальных турниров в топ-24 останется, не вывалится из него. 198-76, достаточно высокий бест. Десятая Губанова тут же, и у нее бест отличается всего на 11 соток, 198-65. Одиннадцатая Канышева, но она не в счет, потому что она юниорка, ей не выходить во взрослые, она 2005-го года рождения, она по возрасту не может выйти во взрослые в следующий сезон. У нее 198-14, она в полубале от Губановой, и Константинова, и в полубале за Канышева. Вот представьте себе, Константинова хуже Канышева имеет бест, и это данность. Канышева без грибов, без особой поддержки, имея на один элемент меньше, потому что хориоспираль, которая в среднем 4,5 балла стоит, она у взрослых есть, а у юниоров нет. Константинова следующая, у нее 197-57, она за Канышевой. Ну а дальше тут и Леонова недалеко, 194, Тараканова 190, которая во взрослые, судя по всему, у нее выходит. Ну как, она может выйти, этапов не будет. Не хочу снова эту бессмысленную дискуссию о том, кто выходит во взрослые, кто не выходит затевать. Выйти может любой, когда говорят, Федра не пускала, Федра пускает всех, выходи. Сами не хотят, в юниорах удобно сидеть, а во взрослых нет, то что во взрослых без этапов кому-то там нужен. А в юниорах можно сидеть и спокойно ездить на этапы юниорского гран-при в свою очередь. Дальше Гуликова 188, Синицына 187-91, почти что 188, Васильева 183, короче говоря, тут сплошные наши фигуристки, если так посмотреть. Тут спорят, я вижу в чате по поводу финала Кубка России, что там будут смотреть запасных. Ну я не знаю, будут там смотреть запасных не будут. Этот турнир всегда был достаточно условным. Например, Цурска как запасная тоже участвовала в прошлом сезоне на финале Кубка России, но заранее было понятно, что ей нужно как-то выше головы прыгнуть, чтобы иметь какие-то шансы. Она там и не прыгнула выше головы. Поэтому я не думаю, что на финале Кубка России будет ли там Медведева, будет ли там Туктамышева. Уже заранее там прошла информация, что Медведева планируют, планировала, я бы так сказал. Что будет, посмотрим. Действительно непонятно в какой форме Туктамышева, но зато понятно в какой форме Медведева. Это же надо додуматься. Проиграть весь сезон, весь сезон валить, весь сезон срывать, абсолютно все развалить на чемпионате России и после этого иметь наглость рассказывать про еще один отбор. Вы еще закрытые прокаты устроите, как Плющенко. Дно, которое пробивает дно. Под очередным дном оказывается очередное дно, которое тоже не дно, а пробивается к днищу. Понятно, что никакой Алины ни на каком кубке не будет, ей нужна пауза. Кто-то может хочет на кубке Алину, но личное желание кого-то. Это примерно как кто-то хочет, чтобы спортсменки катали до 30 лет или чтобы долгие карьеры были. Они мотивируют это заботой о спортсменках. На самом деле это чье-то желание, это не забота о ком-то, а это забота о себе, о своих желаниях. Спортсменкам, наверное, гораздо более выгодно раньше получить медали, раньше закончить со спортом. Спорт, он не приоритет, вообще-то говоря, в жизни. Успеть и получить и образование, и семью завести, и социализироваться, а не оказаться потом 30-летним, никому не нужны, без семьи, без образования, без понимания, куда двигаться дальше, без круга общения, без умения заводить эти знакомства и друзей. Это же известная проблема про социализацию спортсмена. Это во всех видах спорта происходит. Поэтому насчет того, что хотелось бы увидеть Алину на финале Кубка, я не сомневаюсь, что кому-то хочется, но, безусловно, это ей не надо. Вам хочется, мне, допустим, не хочется. Столько было турниров, столько было соревнований, на каждом надо было выступать хорошо, финал Кубка это опять тот турнир, на котором надо выступить хорошо, а то опять начнутся возгласы, давайте ее отцепим, да кому это надо? Тут все эффекты отрицательные перевешивают какие-то положительные, а нужен и отдых, а нужно и, может быть, установительные какие-то процедуры провести. Андрей, ну вот Гошков давал официальное интервью и про финал Кубка России он сказал, что там федерация сможет отсмотреть запасных, но тут же высказывается Кудрявцев, это я немножко вперед забегу по мальчикам, он вообще высказался, что неплохо бы трем нашим мальчикам выступить, зачем? Трамированному Калиде пятое место, зачем выступать Саше Самарину, который серебро, от таких лиц такого уровня это тоже странно слышать, чем они, обоснование-то не приводится, зачем это все? Кудрявцев, я тебе напомню, в прошлом году выступал, когда отправили Алиева, а не Воронова, он выступал, что надо бы Воронова отправить, а не Алиева. У Кудрявцева может быть свое мнение, Кудрявцеву, может быть, не нравится, что к его мнению не прислушиваются, а в реальной жизни действительно все иначе. понятно, что мальчикам никакие кубки России не нужны, а зачем им кубок России? То есть, если им нужен, пусть идут и выступают, никто никакого шлагбаума ставить не будет, если кто-то захочет, пусть заявляется, но обязывать, к чему? Если кто-то там плохо прокатает, его что, заменять на кого-то? На кого? На Алиева или на кого? На Лазукина? А они в какой форме? Ну, это беспредметный такой разговор, то есть, был один отбор, сейчас мы устроим другой. Опять же, это окна Авертона. Вчера такого не было, а сегодня мы устраиваем. И, значит, в следующие года у нас все блатные будут ломиться через раскачку ситуации в прессе и потом настаивание на повторном этом отборе. а потом можно и закрытые бракаты устраивать. Опять же, если говорить о мальчиках, это нужно говорить не о каком-то еще, о девочках можно о чем-то поговорить, хотя там точно так же можно все это в хлам раскритиковать и разбить как кусок стекла. А мальчиков можно поговорить совсем конкретно. Ну, вот у нас трое. У нас Ковтун, Каледа и Самарин. Самарин, он лучше Европе. Пожалуйста, он стал вторым, но никуда же не едет Хави, он же закончил карьеру, он сказал уже все, последний старт. То есть, он на чемпионат мира едет как лучший в Европе. И его отправлять на этот старт? Зачем? Его менять? Нет, ему это не надо. Хорошо, кого? Ковтуна? Ковтун чемпион России. Чемпион России ничего не значит его менять? Нет, неправильно тоже, чемпион России все-таки должен иметь хоть какую-то минимальную автономность. Хорошо, чемпион России тоже пропускаем. Ково значит? Калиду? Ну извините, Каляда при всей ее ромашковости, он очень удобен для федерации и для отгребовки. Потому что, если других каких-то наших парней, международные судьи с трудом грибуют, то Каляду они всегда счастливы грибануть, как бы он ни катался. Если нужно будет защитить квоты, еще что-то, Каляда идеально для этой роли подходит, как бы он ни валялся. Так кого мы все-таки отправляем на финал Кубка России? Вот было трое, и все троих мы забраковали. Кого отправляем? Поэтому мнение хорошо иметь, как Кудрявцева, а хорошо все-таки понимать, на каком свете мы живем и конкретно по каждому высказаться. Кого из них он хочет заменить? А в том-то и дело, что никого. Он сказал, что все трое, по его мнению, должны ехать на мир, но ничем не обосновал, зачем им надо еще в финал ехать, непонятно. Много, много турниров, был и финал, ну понятно, что у них не было финала Гран-при, но был чемпионат России, сейчас чемпионат Европы, сейчас еще этот финал Кубка, который буквально через, через сколько он там, через две, через две с половиной недели, через три недели. Просто эмоции, здесь эмоции были выплеснуты. На финал Кубка, а там и между собой хотя бы соперничать, да, а если я провалюсь, они станут ли меня другим номером считать и так далее. К чему вот это вот? Это все лишнее. Если кому-то нужно это соревнование, если кто-то считает, нужно заявиться, поддержать форму, пусть заявляется. А обязывать, это действительно какое-то издевательство над спортсменами получается. Другие отдыхают весь сезон, а выдают на главных стартах лучшие прокаты, лучшие показывают. Как тот же Ковт он показал, дыхал всю первую часть сезона, а на чемпионате России вышел и показал. Вот оно. А тут он считает. Кудрявцев волен считать все, что угодно. С девочками та же самая история. Я могу понять беспокойство за Туктамышеву, которая, в конце концов, в чемпионате России не участвовала, в какой форме она непонятна, что она сама об этом думает, непонятно. В чемпионате Европы не участвовала. И вообще говоря, у нее простой, большой, рассказы про болезнь, могут быть вопросы. И то это очень осторожно с такими вопросами надо подходить. Наверное, лучше посмотреть, как она катает в тренировочном варианте. Если там все хорошо, то какие кубки России. Надо, пусть выступает. Не надо, считает она ненужным. И не надо тогда никаких кубков России. Ну это же смешно тоже. Ну вот сейчас Туктамышева отправляем на кубок России. Допустим, даже без всяких вариантов отправить ее под Медведеву. Не приезжает Медведева. Сказали все, не будет Медведевой. Не нужны блатные, не нужны валяльщицы. Туктамышева катает там хорошо. А кто-то, неважно кто, катает еще лучше. И что, мы тогда сейчас засовываем ее под Туктамышеву? Ну потому что Туктамышева хороша, но не идеально. А кто-то вот идеален. Туктамышева уже начнем от мира ехать, и мы сейчас будем заниматься здесь высасыванием оценок из пальцев. Поэтому тоже такой вопрос скользкий. Я бы не заставлял. В том числе и Лизу, хотя по Лизе вопросы есть, но тоже такие вопросы. Сначала говорим, окей, она должна участвовать, она едет, она обязательно поедет, пусть она готовится. А потом, когда выясняется, что для великой блатной страдалица из Канады нет места на чемпионатах, как и должно быть, для нее не должно быть места, где она катала хорошо, когда она катала хорошо. На Олимпиаде в последний раз. И после этого сама рассказывала, как все плохо. Но если не умеешь рот на замке держать, то о чем может идти речь? Так вот, и получается, что с одной стороны сначала рассказываем, что нет, Туктамышева точно едет, а вот по остальным вопросам, когда выяснилось, что для Медведева место не находится, то тогда уже мы Туктамышеву отправляем несерьезно. Что дальше тогда? Если в этом сезоне так, что будут следующие сезоны? Мы сами себе враги, мы уже устроили. У нас женская одиночная самый сильный вид, а что мы увидели на этом чемпионате? Ведь на этом чемпионате так случилось не потому, что как там Тарасова уже успела, кто-то не так работает, кто-то не так готовит, еще что-то, а потому что вот это вот бакханалия, средства массовой информации, давление на спортсменах, все эти высказывания Васильевой, Тарасовой и прочее, и прочее, и прочее. Почему она не спрашивает, что случилось с Сотниковой? Она до сих пор якобы с травмой мается, не выступает. Почему она не спрашивает, как готовят спортсменок в ЦСКА? Они не смогли уже за пять лет ни одну спортсменку подготовить высокого класса. Родионова Родионова была уже к тому времени, Соткову они отжали из Барсов, а где свои? Уже тех, что были, списали, и те, что новые пришли, уже тоже их посписывали. Где Михайлова, которого они проталкивали с такой силой на домашнее место на Кубке Ростелеком? Ну, известно, где Михайлова, это риторический вопрос, я не про Михайлова сейчас. Где Соткова, где Родионова? Вместе с Медведевой вообще-то говоря, они шли тоже не по одиночке. Медведева, Сахановича, была еще такая Проклова. Где Проклова? Нет, не спрашивает, это неинтересно нам. Я говорю, что такие вопросы, они всегда достаточно скользкие, потому что спросить можно с каждым, спросить можно со всех. Если мы с кого-то спрашиваем, надо спрашивать и с других. Андрей, ну, я, наверное, еще добавлю, раз мы по девочкам закончили обсуждение прокатов. Вот уже на следующий день судья номер 4 более-менее неадекватные оценки за компоненты ставил. По крайней мере, лидером не выпадал уже из этого коридора. То есть, видимо, воспитательную работу провели или это другой был судья? Я не хочу комментировать это, Ир. Конечно, конечно, поговорили. А ты как думаешь? Как ты себе это представляешь? Все же видят распечатки, все же знают, что случилось. А для судей есть же коридор, в который важно попасть. А она в коридор не попала. В коридор отклонения от среднего. Здесь вопрос от Лулу. Есть ли у Сони шанс войти в шестерку на ЧМ? Ну, хотя бы маленький. Надо, во-первых, поехать на этот ЧМ. Ну, допустим, все срослось, она туда поехала. Ну, конечно, есть. Лед скользкий. Кто, где будет и кто как откатает. Шестерка это не панацея. В шестерке там у кого угодно есть шанс, там едва ли не у Пагани хотя бы даже есть шанс в шестерке оказаться. Все бывает. Иногда бывает, знаешь, как начнется? Иногда бывает все чистенько катаются. Одна, вторая, третья, десятая. А как начнется, бывает камнепад. Так и падают все по очереди. Бывает и так. На чемпионате мира на том Финляндии Делиман в бронзу въехала. Как она въехала в эту бронзу? Все начали падать. Так и получилось, что две канадки на подиуме. Сразу все начали кричать, что российское фигурное катание в кризисе, женское, одиночное, канадское на подъеме. О, ну, сейчас мы видим, какой подъем у канадцев. Надя пишет, я считаю, что после двух разваленных хлам произвольных на чемпионате России и на чемпионате Европы сложно выходить на главный старт чемпионат мира. Тут и собственность страха, и репутация у судей. Мне кажется, Алине нужен чистый брокат произвольных соревнований. Надь, ну, во-первых, все-таки, если ты имеешь в виду финал Кубка, тут никакого репутации у судей и никакой брокат не добавит. Одно дело местные водокачки, другое дело международные соревнования. Поезд ушел. Какая бы ни была репутация у судей, эта репутация, она осталась той, какая есть. Во-вторых, то же самое про чемпионат России, можно сказать. Это репутация у судей здесь, а на международной арене был прокат, допустим, в финале гран-при. Здесь все-таки попытка какая-то у тебя другого. что ей нужно или не нужно, это решать тренерскому штабу им виднее. Щербакова срывала каскад в короткой программе, ей его заменили. Если ничего не заменяют Загитовой, значит, наверное, она не так часто срывает на тренировочных прокатах каскад, как Щербакова. Поэтому стоит доверять тренерскому штабу, наверное. Можно обсуждать, что нужно, что не нужно, но это какие-то больше наши желания, наши мнения, они довольно смешны. Более ценным является обсуждение фактов, как ты говоришь, что там сорвало, здесь сорвало. Да, вот это факты. А то, что нужно, нужен чистый прокат на соревнованиях, ну, извините, а ей нужен отдых. Мне кажется, никакой чистый прокат не заменит отдыха. А если не будет чистого проката, что тогда? Тут больше, видишь, идет не анализ, а какое-то высказывание желания. Вот мне хочется, что так было. Мне тоже много чего хочется, но, к сожалению, логика диктует другие ответы. Тут вот пишут, что такой прокат в Крустальном нужно провести. Тут вся суть в том, что они такие прокаты проводят каждый день там. Каждый день катается программа, а бывает и не по одному разу. Поэтому лучше нас с вами знают, что нужно и как нужно. Так, ну, прокат Загитовой на самом деле остался не обсужденный по произвольной программе. Много было ошибок. Есть некая тенденция, опять же, если говорить не о наших пожеланиях, или там, как некоторые сразу стали советовать, или подводить какие-то итоги, что что-то подготовки неверно. Ну, те же люди, которые кричали сначально, что она не готова, что это такое в начале сезона, когда на открытых прокатах. Пожалуйста, теперь правильно, ну, тогда им хотелось хорошей формы, она была. Теперь они кричат, что формы нет, зря форсировали. Надо было готовить к этому старту. То есть, они в любом случае кричали бы. То есть, если выступаешь хорошо, тебе говорят, ааа, форсировали. Выступаешь плохо, ааа, не подготовил. Получается, что ты не сделал, все равно ты виноват. Сразу возникает сомнение в объективности такого критикана. Надо быть искренним в оценке и щедро на похвалу. Очень легко и точно изложил эту формулу Дэйл Карнеги в своих книгах. Будь искренним в оценке и щедро на похвалу. Все очень просто. Действительно, плохой прокат, действительно проблема. Ну, вот опять, что я вижу. Во-первых, у нее стали выше прыжки. Кто-то, может, это видит, кто-то не видит. Кое-кто тут у нас и щедро это заметил. Лут стал выше. Есть ощущение, что и поднимали прыжки. Понятно, что в каскаде это сразу возымело эффект. И, как ни странно, не к лутцу, а к второму прыжку. Потому что не так-то просто. Если первый стал повыше, то приземлять его надо как-то. Более уверенно, с большей высоты ты приземляешь на лед, чтобы второй тройной потом прыгать. Не так-то просто. Мне кажется, что, я не знаю, может быть, причина в другом. мне кажется, работали над высотой, повышали. Лут стал повыше, прыгает чуть повыше, но в итоге в середине сезона это возымело противоположный эффект. Во-вторых, провалы. Что провал у нее был на чемпионате мира, что провал у нее был на прокатах, что провал у нее был на чемпионате России. Здесь как-то вот это происходит всякий раз после одной ошибки. одна ошибка случилась, особенно если это ошибка в начале, мы упали на первом каскаде и понеслось. Одна, вторая, третья, всегда один и тот же сценарий. Есть проблема такая. Андрей, можно я добавлю по поводу чемпионата мира? Вот, как ты помнишь, программа, у нее была все прыжки во второй половине, и там просто после первой неудачи, мне кажется, там и места нет, где немножко передохнуть, собраться на следующее. Очень рискованная программа была, поэтому, может быть, тут про мир и нет аналогии. Да, есть аналогия, потому что программа, программа, и понятно, что если говорить про прошлый сезон, всякий раз про проблемы можно ссылаться на программу. Но можно про позапрошлый поговорить, когда там в Любляне на этапе гран-при она рассыпалась точно так же. Когда она как раз Кихири проиграла, заняла третье место, а Кихира тогда первое. мало кто помнит, многие не знают. Нет, есть такая проблема, вот первый прыжок не идет, первое что-то не делается, и все настроение теряется, одна, вторая, третья, четвертая ошибка. Ошибки следуют одна за другой. О фактах. Мне кажется, эти факты гораздо лучше должны быть известны тренерам, чем нам. Но это я к чему это все озвучиваю, примерно показываю, как должна голова работать. Не в том смысле, что там мне хочется ее видеть на канале Кубка, я хочу, чтобы она поехала. Пусть это пронесет ей вред, но я хочу. И третье такое обобщение каскады. Проблемы всякий раз, вот эти проблемы, случилась ошибка и дальше. Одна, вторая, третья, всякий раз это сопряжено с каскадами. Собственно, то же самое, что было у Щербаковой в прошлом году, когда у Щербаковой в процессе восстановления после травмы она заваливала один, второй, третий раз произвольную программу, всегда это происходило на каскадах и начиналось с каскада. Каскад не улся, на каскаде упала, на каскаде нагрязнила, на каскаде потеряла и дальше больше. Нечто очень схожее. это было и здесь, это было и на чемназе России, ну вот, пожалуйста, это было и. Другой вопрос, что каждый раз, на самом деле, если вдумываться, это вот факты, это общее, а частно в каждый раз причины-то разные, потому что сейчас действительно, ну, то, что я вижу, высота стала другой. Изменилась высота, как раз понятно, что плывут именно каскады, ничего нового. Ну, глубже я не хочу, есть и другие мысли, просто столько, опять же, столько грязи, столько негатива, не хочется даже что-то объективное и какую-то аналитику высказывать. Подхватят хейтеры, вплетут это в свои хейтерские опусы. То, что ты выскажешь, чтобы как раз своему бреду добавить веса, не хотелось бы этого. Было бы мало критики, много бы хвалили, тогда было бы самое время немножко остудить горячие головы. Сейчас этого столько, что наоборот хочется похвалить. Хорошо сделали они, когда перед началом чемпионата Европы рассказали, что Загитова вообще не считает сейчас соцсети, они как раз остудили эти самые головы, которые изо всех сил вкладывались в этих ботов, в эту грязь, в прессе, на форумах, то есть это все мимо пойдет. Вы можете сколько угодно высказываться, все равно вас не считают. Сейчас, допустим, во время комментирования произвола Глихенгаус наоборот зря сказал, что, мол, не надо, прекратите. Нет, он тем самым подтвердил, что нет, вас все-таки считают и доходит вся ваша грязь до адресата. То есть тем самым он сказал продолжайте. Немножко неосмотрительно он это сделал, на мой взгляд. Ну ладно. По поводу финала Кубка России вопрос открыт. Мне кажется, чтобы там Кудрятцев не думал, наверное, никто не будет из наших мальчиков. Из тройки, что была в чемнате Европы. Может быть, кто-то решит, что надо и действительно будет. Но мне кажется, что никого там не будет, никто не решит, что надо. Времени так много, надо, во-первых, восстановиться от чемната Европы. Эмоции обязательно. Тот, кто спортом не занимался, тот, кто не знает, как это бывает, какое после турнира всегда опустошение. Самое важное, что теряешь, именно эмоции. Эмоции нужно поднакопить, мотивацию нужно поднабрать. А эта история с финалом Кубка и с тем, что мальчики там должны выступить, это же не просто так началось. То есть Тарасова сразу начала рассказывать, что девочек надо туда отправить, а мальчики тут же повалились на другой день. получилось бы, что она вот такая интриганка. И она тут же с легкой руки, а точнее с легкого языка и мальчика всех туда отправила. Но вообще-то они никогда туда не ездили, никогда и не катали. Поэтому я думаю, что парней там не будет точно. А что касается девочек, не знаю, куда криво выведет эти интриги, которые через Минспорта, через высокие кабинеты пробиваются. Но тоже не хотелось бы, если честно. Хотелось бы, чтобы у нас помогали спортсменам, они им мешали. Чтобы это было в таком режиме надо вам катайтесь, не надо, не катайтесь. То есть как помощь, а не как очередной экзамен никому не нужный. Мы уже отобрались, но нет, мы не отобрались. Если есть кто-то блатной, то тогда мы будем отбираться второй раз. Алексеев голосом нет. Пишут, что Глеев в тот раз рассказал про ожог, хейтеры тут же подхватили. И в этот раз, мол, рассказал. И тоже не в попад. Мол, Глехенгаузу молчать нужно. Ну как молчать? Если все время молчать, то ничему не научишься. Как раз нужно говорить и учиться, что нужно говорить, а что не нужно. Раз ошибется, два ошибется. Потом придет понимание, какие острые углы обходить. И станет больше как раз задумываться о словах. Какое слово каким образом может быть вывернуто и понято и кем использовано? Андрей, ну у меня другое мнение. Например, в прошлый раз на чемпионате России Глеев фактически развеял слухи. Ты вспомнишь, что писали на всяких форумах, что МРТ, там и т.д. он просто сказал, что это было, что это ожог. А уже насочиняли, он развеял слухи, я считаю, это правильно он делает. А то, что упомянул не соответствует... Здесь вопрос не по факту, а по форме. Можно было сделать это по-другому. Хотели, как всегда, а получилось, как обычно, перефразируя знаменитое высказывание. Опять же, много сейчас там такого, что специально договорились. Это все хитрая многоходовка, чтобы отцепить Медведеву. Ну, друзья мои, это все очень интересно. Теории заговора, они всегда интересны. Я готов поверить даже в некоторую часть этой теории заговора, если бы не одно но. А толченого стекла в ботинке Константиновой это тоже, это Беридзе насыпало, это тоже часть хитрового плана, чтобы Стасия четырех элементов в короткой программе сделала один. Ну как, у нее там четыре прыжка, один вообще сняли ей, второй был понижен до двойного, а третий на минус пять с падением в каскаде-то. Тулуп понижен, а минус пять по Луцу считают. Это тоже часть хитрого плана Туберидзе. Иначе же не сходится, не срастается. Повторюсь еще раз, жизнь лучший режиссер, то, как жизнь обычно устраивает, какие крутые повороты сюжета и как жизнь истории рассказывает. Ни одному писателю, ни одному сценаристу не снилось. Поэтому истории заговора историями заговора, варианты про то, что там кто-то с кем-то договорился, специально это сделали, это не ко мне, это в клинику. Если у нас по девочкам все, ну что по девочкам еще? По девочкам итоги можно подвести. Первое, второе, четвертое место, там много тоже криков и рассказов про то, что Константинова хорошо выступила, и это было неплохо, посмотрите на четвертое место. Но, друзья мои, тут тоже подмена понятия идет. Давайте мы возьмем сенат России, давайте мы отправим любую, вплоть до самых нижних мест, до Таракановой. Ну, Тараканова слишком юна, чтобы ее отправить, ну, допустим, даже ее. И все бы они выступили не хуже. Тут не вопрос, как выступила Константинова и насколько она хороша, но это же чемпионат Европы, тут любую отправь, любая бы так выступила. Любая могла бы с такими грибными компонентами вообще не по прокату и не по скиллам, с падением, с бабкой, с даунгрейдом, с еще одной бабкой, с недокрутом, с недостатками, ну, ясно же все, о чем речь идет. Сначала говорят, что все хорошо, она достигла, а то, что там соперничать было не с кем, это никого не волнует. Но она уже так соперничала и на этапах юниорского гран-при, и на чемпионате мира юниорском, где точно так же четвертое место занимала, тоже говорили хорошо. Плохо? Плохо. До тех пор, пока это будет хорошо, до тех пор, пока будут совать голову в песок, ничего не изменится. Нужно, нужно менять и ей в том числе. Я считал, что Тараканова у нас сейчас первая претендентка на сжатие в ЦСКА, но вот может быть и Константинова даже. Нужно ей менять тренера, любит она грибы, любит она блат, вот может быть как раз ей в ЦСКА двинуть. Хорошо выступила сама Дурова, заняла она первое место, поддержала ее в зал, и себе мотивацию обеспечила, наверное, заработала и на чемпионат мира место, себе молодец. Загитова, увы, Загитова выступила как выступила, хорошо прокатала в короткой программе, но там отварки не убереглась, на рите еще не до корот поставили в итоге. В произвольном было все опять похуже, но тоже оно началось, пожалуйста, каскад, падение, дальше, еще один каскад, еще проблемы, еще каскад, опять, так и живем. Плохо это или хорошо, я не знаю, мне кажется, тренерскому штаб поведнее, люди, которые только и ждут, чтобы кольнуть, чтобы рассуждать о том, кому что надо поменять, методику тренера, еще что-то, они забывают про Туктамышеву, давайте про Туктамышеву поговорим, которая три года без побед вообще, непонятно, чем занималась. Можно вспомнить про канадскую школу великую, так называемую великую, про Кейдли Осман, которая и жесточайшую травму получила, и очень долго восстанавливалась, а потом она и катала пять падений в одной программе, тоже это можно вспомнить, и никто ее не гнал на очередной турнир, чтобы у нее каждые две недели старт был, никто не говорил, что это обязательно, зато теперь нам рассказывают про бережный поход, на Туктамышеву или той же Осман, небось ее тогда так не критиковали, дело такое, собачки лают, а караван идут, поэтому на этот лай не стоит так уже резко и сильно реагировать, пусть сегодня по гавку, это завтра уже впечатление пабликнут. Ну что, переходим к мужчинам? Да, переходим, потому что Загитову можно тут обсуждать, наверное, бесконечно, то, что конкретно происходит, знает, конечно, тренерский штаб, они каждый день с ней, они точно знают, они понимают, где какая динамика, они, конечно же, имеют обратную связь с ней непосредственно и по тренировочным процессам, и по соревнованиям, то есть все у них внутри, и все они знают, и все они понимают, в принципе, и что надо делать, чем надо заниматься, на что делать упор и так далее. Мы можем, да, бесконечно сидеть, придумывать или где-то додумывать, искать где-то. Причины этих проблем это может происходить бесконечно. Еще я вот почитал там последний день или два, то, что там выходит во всех изданиях, это просто кошмар, там, что только не советуют, и что все надо, все тренера поменять, все убрать, забрать, другие говорят, что им надо делать паузу, чемпионат мира, все отменить, пауз едет отдыхать полгода, вообще забывает обо всем, о фигурон катании вообще. Просто кошмар происходит в СМИ по этому поводу. Поддержать никто не хочет. я вообще это все бы не озвучивал. Понятно, что мы можем все что угодно говорить, как ты говоришь, штаб лучше знает, но ты как-то приравнял даже нас и тренеров. Мы тут фантазируем, мы тут... Плясать можно от печки, можно говорить либо о том, что ты сам видел, либо о каких-то фактах, которые не вырубит топором. А все остальное это, в общем, даже когда Кудрявцев говорит, да, к этому с изрядной долей скепсиса можно относиться, хотя Кудрявцев это угуго, это глыба. Кудрявцев это, простите, не Васильев и даже не Тарасова, рискну даже так сказать. А что касается нас, так мы же вообще голоса. Поэтому люди работают, люди делают свое дело, люди этим делом живут, а кто-то стыкает им палки в колеса. Вот и весь разговор. Мы, соответственно, у нас и очередь тут просто сотрясаем воздух. Этим сотрясением мы можем либо что-то полезное делать, либо нет. Поэтому хотелось бы, чтобы конструктивно тоже у нас беседы велись и ничего такого, что могло бы быть, могло расцениваться, как что-то негативное, тоже такого не было. Да, конечно, у нас взгляд такой со зрительского места, но мы все-таки пытаемся без всякого, говорится, хитерства, каких-то там громких заголовках, громких лозунгов, как-то более-менее разобраться в проблеме, хоть даже с нашего, с внешнего этого взгляда, то, что там происходит. То же самое журналисты, не те же самые зрители, но то, что они там где-то там выдают это, ну извините меня, вот именно, что просто какое-то разваливание идет того, что мы все считаем, что у нас все хорошо в женском катании. Да, да, разваливают, я об этом тоже думал, можно откатиться просто назад, посмотреть, что было раньше у нас, начинать Европу, прошлые годы, и что сейчас, что в женском одиночном изменилось. Изменилось, ничего не изменилось, в смысле, плохого, хорошего, проблемы, проблемы есть, и плохое, и хорошее, изменилось, токсичность, появилась немыслимая токсичность, средств массовой информации, появилась немыслимая просто токсичность так называемых специалистов, хоть они не специалисты одиночного, типа Васильева и Бестемьяновой, ну скажем так, говорящих голов тренерского цеха, общего, люди, которые вроде бы из других видов, которым, наверное, не очень нравится, что одиночное у нас на подъеме, потому что тем самым они лишаются своих премий, своих коврижек, упоминаний в прессе, финансирования, в конце концов, они как раз высказывают, они как раз разваливают. Вот это изменилось, и Туктамышева бы участвовала, может быть, в чемпионате России, и на чемпионате России другие результаты были бы, и не пришлось бы миллион фигуристок в пресс-больной программе резать из-за великой страдалицы, которая не может прокатать ни одну программу, ни другую. Но это все в пустоту. Рассказы. Дмитрий, ты спрашиваешь, не хотим ли мы обсудить тренировку, где Загитова плачет. Дмитрий, а смысл? Лед скользкий, я не раз видел, как фигуристки или даже фигуристы на тренировке, не на тренировке, на раскатке. Соревнования начинаются, выходит разминка, так называемая раскатка, вот на ней кто-то падает и плачет после этого. И что, тоже будем обсуждать? Рабочий процесс. Тем более, мы не слышим слов, которые были от тренерского штаба по поводу, о чем, о ком. Потому что по правде, то, что я видел, плохая была тренировка. Поэтому претензии если не были, то они были обоснованы. Другие плачут во время прокатов, кто-то плачет после прокатов, даже бывает после относительно удачных прокатов. Кто-то прямо в прокате плачет и даже на этом чемпионате было. Ну и это все нездоровая, какая-то тоже нездоровая страсть к нездоровому раздуванию. Что ты хочешь обсуждать здесь? Что конкретно ты хочешь услышать? Что конкретно пообсуждать? Обсудить это расплывчато, неконкретно. Ну давайте может быть мы к мужскому турниру обратимся. Тоже очень много интересных событий было. Да, тогда уж к мальчикам, потому что по поводу Загитова и фону вокруг нее, который происходит, это можно обсудить вообще в любой момент времени, это можем перенести в сам конец, если у нас еще возникнет потребность в этом. Потому что об этом, да, можем говорить об этом бесконечно. мужской турнир украшением чемпионата стал. Он и должен был быть украшением чемпионата. Он им и стал. Лучше за много-много лет, возможно, лучше за все время, то, что случалось на Европейском чемпионате. Несколько просел к произвольной программе, но был при этом очень хорош в короткой. И в произвольной был неплох, но просто по сравнению с короткой конечно похуже. Безусловно, это было настоящее шоу, это уже была не какая-то водокачка, про которую я только что о Европе высказывался как о какой-то водокачке уездной. Действительно, это был международный турнир. Хорошо бы, чтобы такая тенденция сохранилась, чтобы эта тенденция перешла на все виды. Пока что так происходит только в мужском-одиночном. И то произошло вот в первый раз. Мне, разумеется, как и многим другим больше женская одиночная нравится, но там три четверти прокатов, которые были, что в короткой, что в произвольной программе, они вылетели из головы. Посмотрел и забыл. А здесь и сильно так не болеешь, сильно так не интересуешься, а помнишь, смотришь на таблицу и помнишь, вот этот катал так, этот катал всяк. Потому что было на что посмотреть, потому что это было намного лучше. Ну, конечно, в очереди это связано с тем, что в женском-одиночном смотреть можно было только на наших, так о том и речь. В женском-одиночном действительно смотрим только на наших и еще полторы фигуристки в разные годы. А в мужском-одиночном в этот раз можно было смотреть на многих, в том и разница. не все люди попали в произвольную программу. Из тех, кто не попал, тут и выделить некого. Да, тут есть известные или относительно известные фамилии, тут и Славик Карапетян, брат Майорова младше Николая Майоров, тут и Яков Зинько, который тут беридзе занимался несколько лет. Но в целом низкие разминки, слабые фигуристы, они есть, о них особенно и говорить не приходится. Как обычно бывает, были тут расклады по тому, кто выходит в произвольную, кто не выходит. Настоящие интриги велись. Это видно даже из таблицы, когда между всеми фигуристами есть какие-то просветы по баллам, а по выходящим, по тем, кто вышел в произвольную, а те, кто не вышел, тут сразу шесть человек, они разницу в полтора балла въехали. Если учесть, что это разница вся в районе 60 баллов, то это все вызывает вопросы, но все как всегда. Студийским решением участие в произвольной программе гарантировалось, кто участвует, этот участвует, этот участвует, этот участвует, а этот не участвует, этот нам не нужен. Тут говорят, что были мальчики интересные, кто в последних разынках участвовали, ну то есть первых слабых, я не знаю, ну были, ну как интересные, кому-то интересные, мне так не очень, потому что совсем уже интересных не было, их бы компами грибанули, мнения могут быть другие, мнения могут различаться, в конце концов, 24 места, да, на чемпионате Европы, наверное, достаточное число, чтобы выйти в произвольную программу, как и количество баллов, которые нужно набрать, проходной балл был 61, там чуть меньше даже, чем 61, наверное, все, кто мог бы выйти в произвольную программу и набрать эти 61, все, кто был интересный, никаких проблем с тем, чтобы набрать этот 61 балл не должно было возникнуть, даже у тех, кто из слабых федераций, потому что вот я смотрю на 24 месте тот самый Иракли Масфурадзе из ЦСКА, который от триумфатора, но не совсем триумфатора, но тем не менее, чемпионата Европы Самарина, один тренер у них, у Соколовской тоже тренируется в ЦСКА, ну вот что он прыгнул, четверной тулуп на попу и тройной флип тоже на попу и без каскада, ну и триксель, понятно, что четверной тулуп падение, он стоил как тройной прыжок на большие-большие минусы, каскада нет, при этом каскада не просто нет, а тройной прыжок первый, он не докрученный, впадение, и получает вообще как двойной, и все равно он выходит в произвольную программу, можно себе представить, какие прокаты были у других, это вот как раз Майсурадзе, он с последнего места вышел, с 24-го, тоже о чем-то говорит, ну да, он упал с квада, он потерял каскад, но прыгал этот квад, и едва-едва не пролетел мимо произвольной, а из тех, кто у нас вышел в произвольную программу, Майсурадзе сказал, о ком тут еще можно сказать отдельно, тут вот люди с дупелями, с невыразительным катанием, вот пожалуйста, тут было Великобритания, с которого тоже в общем за былые заслуги федерации, дальше тоже можно пропускать, 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 но вот Фенс, от него можно было, от немца ожидать, что он прыгнет, пытается прыгать квад, но он не прыгал в короткой, понятно почему, в произвольном попытка была, и он был сильно недокрученный на две ноги, пока не в том состоянии квад у него, чтобы его в короткую программу вставлять, упал очень смешно где-то и обидно на дорожке, там еще спорили Ягудин с Тарасовой, из-за чего он там упал, и смех, и грех, как говорится, прыгал Триксель, но при этом каскад из двух тройных тулупов, настоящее мужское, Александр Селевко, которого пищат у нас все дамы на Бистрикселя и с невеликим дупелем, тоже на нем оставляться не хочется, эстонец, пока не будет ультра-сии, пусть не надеется, что о нем будут говорить и рассказывать. Морис, Морис следующий, следующий, и это не комплимент, потому что снизу вверх идешь, и вот Морис на пятнадцатом месте оказался, прыгнул очень здорово, первый каскад, 4-3, четверной сальхоторной тулуп, а потом упал с Трикселя, второй квад, четверной тулуп должен был быть, бабканул, все не слава богу, всем стрибала получил, не так много, и без грибов, но с другой стороны не так мало, репутация растет у него, серебро на этапе Гран-при въехал, сам себя, наверное, только может винить, после сделанного каскада начал торопиться, это падение на Трикселя, тяжело всегда прыгает Трикселя, Морис, Владимир Литвинцев, следующий, тоже сразу же вспоминающий его прокат, удивил, наверное, многих, уступает за Азербайджан, прыгнул квад, уже в короткой программе, да, он там с Фомаркой, но он был, он был, я даже, я помню, смотрел, покадрово, там, докрученный, занимается у нас, занимается в Чайковском, у Четверухина, тоже запомнился, ну, что, квад есть, Триксель есть, тройной каскад со старшим, пусть не с Луцем, с Филипом есть, чем мне хороший прокат, прекрасный дебют. Да, Андрей, ну, вот по оценкам Литвинцева с таким контентом оценили гораздо ниже, чем Дениса Васильевса, который прыгнул флип, на тройном аксе две галки даже ему поставили, ну, и вот четверного, конечно, не было, но ниже оценили. Во-первых, само по себе качество проката, будем честны, то, что Васильевсу там грибов дали, это ладно. Во-первых, репутации нет в Литвинце, во-вторых, качество страдало. И тренер не тот. В-третьих, тоже надо понимать, что когда начинают сходу вставлять квады, там, даже в коротку, еще нет хорошей жизни. Когда тот же самый Красножон рассказывает, это было смешно, но тем не менее, рассказывает, что он сравнился с Ченом, что произойти Ченом это не так-то сложно, смешно, кто такой Чен, а кто такой Красножон. Были такие интервью у него летом. Так вот, казалось бы, почему он Чена ставит себе ориентиром? Он же мог бы поставить ориентиром Брауна, и я поясню, тут не вопрос квадов или честности, а вопрос того, что ты умеешь. Если ты практически не прыгаешь сейчас эти квады, то что может быть проще? Крути задней точкой как Браун, собирай грибы лукошками, не прыгай квады, прыгай тройные на плюс 5, и вот они тоже 100 баллов. Ну просто понимаешь, в чем беда? При всем желании покрутить так, ничего не выйдет у Красножона, он несколько деревянен, и поэтому он не хуже других понимает сам, что если он хочет каких-то баллов собрать и чего-то добиться, он должен все-таки квады прыгать. Так примерно вот и с Литвинцевым. Да, есть над чем работать ему в том смысле, что обычно, когда есть над чем работать, ведь это еще и говорит о перспективе. То есть, если кто-то что-то сделал плохо, если кто-то что-то не сделал, это говорит о том, что в дальнейшем у него баллы будут выше. Он делает лучше, он вообще сделает и увеличит сумму. Вот, поэтому с одной стороны перспектива есть, а с другой стороны, даже когда он там максимально улучшится, некоторые вещи у него будут хуже, чем у тех, кому это дано вообще там едва ли не с рождения. Ну, я так утрирую, но ты можешь меня понять, разные таланты, у людей разная музыкальность, разные возможности. Поэтому и такая разница возникает. Ну, конечно, тут и репутация играет роль. По-моему, как раз это ему сказал в Кики-тренер, что сначала такие баллы, что маловато дали, но ничего, уже в произвольной дадут побольше, потому что, уже репутация будет, вот он, квад, ты его прыгнул. Разумеется, на русском разговаривали. Это было, если помнишь. Поэтому, как раз здесь, если сравнивать, ты так сравнил, я не вижу криминала. Свои баллы получил, и хорошие баллы, на самом деле, был бы чемпионат где-нибудь игры Великобритании, еще где-нибудь, он бы и того не получил. Еще хорошо дали. Мое мнение такое. Мое мнение такое, а на 13 месте у нас француз, французский вьетнамец, Сяо Хим Фа, который еще запомнился по юниорскому гран-при, очень физически сильный, повторял, повторяю, и, наверное, буду повторять. Главное его достоинство сейчас, то, что сразу бросается в глаза, физическая сила. Другим достоинством его становятся квады. Вот он прыгал в короткой программе квад, он при этом короткую программу выкатал, да, квад был с двойным, 4,2, зато протокол чистый, все на плюсы, не часто увидишь это, получил тоже весьма умеренные баллы, между прочим, потому что, в отличие от Ледвинцева, тут и репутация, и на юниорском гран-при был, и федерация французская, а не азербайджанская, и, в конце концов, он в финал юниорского гран-при пробился. Прыгнул квад, чистый протокол, но весьма умеренные баллы, дальше больше, все-таки он очень, ну вот очень, еще не причесанный, очень какой-то сучковатый, крючковатый, тут работа непочатый край, и техника страдает, прыгает исключительно на силе, и не прыжковые, вот тут улучшаться можно еще года три непрерывно. Ну, если посмотреть его протокол по компонентам, мы можем увидеть большой разброс во мнении судей, вот, например, есть оценки и шестерки есть, и восьмерки есть, то есть судей тоже пока, ну, наверное, нет единодушия пока в оценках компонентности. Это вопрос квада, потому что, если квад вычеркнуть, в юниорах, когда катаешь, нельзя квады прыгать в короткой программе, если квад вычеркнуть, то получается, что катанием было совсем не то, не все. А вот прыгнул квад, и программа другими красками засверкала, для меня, по крайней мере. Прыгнул квад, и прыгнул хорошо, это сразу интерес. Кто-то считает, видимо, так же, как и я, кто-то по-другому, кто-то видел его, может быть, на юниорских этапах, кто-то не видел, очень многие до сих пор брезгуют юниорами, говорят, рано им внимание получать, вот выйдут взрослые, тогда на них посмотрю, то есть кто-то видит его первый раз, а кто-то уже видел. Поэтому и разбросы, наверное, такие. Вот про репутацию тоже. Для кого-то у него уже есть репутация, а для кого-то нет. Или про квады, про настоящее женское, настоящее не женское. для кого-то спортивная составляющая важна, а для кого-то не очень. Для кого-то наличие квада это уже фактор, а кому-то плевать. Ну, мы увидим, наверное, на юниорском мире, да, еще в сезоне? На юниорском мире увидим, должны увидеть, да. Нормально он, у него хорошие перспективы, и так стоит об этом. Я думаю, у него не просто перспективы, а он, может быть, стать, войти в тройку призеров. Я не про юниорским миром. На юниорском мире там все что угодно может быть, а я имею в виду вообще будущее. То есть, таким, просто чувствуешь вот эту силу, ощутимый у него именно запас по силе, такой запас по высоте на прыжках, даже на ультра-си, этот парень сможет много, но технику ему надо подправить, потому что если он без техники так прыгает, то какой же у него запас с техникой был. Перспективы есть, дальше больше. А юниорский мир, ну, это уже так, этап, мне кажется. Юниорский мир, он важен для таких людей, которым непонятно, за что во взрослые цепляться, типа Торгашова, да, или там Красножену того же. А у Уфа, по-моему, перспектива есть и мир. Хорошо, да, там без, там может медаль, репутация, это все важно, но все-таки уже нужно более даже высокие задачи для себя ставить. Я это вижу так. у мужчин просто не как у девочек, у мужчин совсем ничего это и не гарантирует. Ну, понятно, что у девочек тоже, но все-таки у мужчин другие критерии, другие проблемы, и действительно не часто видишь человека, у которого серьезные перспективы, скорее, гораздо чаще можно сказать, этот не взлетит, этот не взлетит, этот проблемный. Понятно, что и у Фа множество проблем, но тем не менее очень неожиданно он показался таким интересным фигуристом в этом сезоне, да, там все это с изрядной долей усмешки, но с другой стороны Самарина можно вспомнить, какой он был деревянный в прошлом году и насколько он улучшился сейчас, точно так же и здесь. Есть время и есть возможности это сделать, французская федерация достаточно сильно все у него будет. Вот, а выше, опять же, о каждом фигуристе стоит и можно говорить. На 12 месте Денис Васильевс, как уже Ира сказала, квада не прыгал, а свой самый дорогой элемент Трикселя, у него доунгрейд на Трикселе был, причем разные бывают недокрутые, разные бывают доунгрейды. Тут был такой доунгрейд, который без всяких повторов сразу было видно, как он его выезжал и выехал вообще без проблем, без каких-то больших усилий тоже это не очень хорошо. Лучше бы он падал с таких прыжков, у него была бы мотивация и докручивать сильнее, когда ты умеешь это выезжать, это тоже создает проблемы. Ну, это проблема у Васильевса, его тренера. Все равно получил действительно очень большие баллы, грибует его как настоящую звезду, 41 балл компонентов, это безобразие. Тоже я сыр и согласен, многовато. Не так он хорош, но лепит из него черти что. Майоров на 11 месте оказался, и квад свой прыгнул, и трексель прыгал, там, правда, на трекселе он множество нелепых па изобразил, и в итоге получил там минус 4, а мог бы даже и минус 5 схватить. У него ступал, приседания, на этом приседании, ноги под себя, остановка, в общем, там черти что у него было. Чуть меньше получил, чем свой вес, но тоже неплохо получил, почти 80 баллов. Такое у него достаточно неряшливое катание, с одной стороны, а с другой стороны размашистое, многим нравится. Это то, для чего люди это фигурное катание приходит, удовольствие получить. Если он нравится людям, значит, он хотя бы в некоторой части делает все правильно. Ну да, не зря, всегда зовут на показательное выступление. По-моему, он еще ни один не пропустил в тех турнирах, в которых участвует. На той расчет, наверное, у него, чтобы в случае чего идти в шоу и быть там востребованным. Мудрая позиция. Матео Рицца на 10-м месте. Тоже он не прыгал квады, даже безквадовый набор прыгал неидеально, выполнял не лучшим образом. Не особенно хорош был, это нашло свое отражение и в баллах. 39 даже компонентов нет. С другой стороны, это все равно очень много. Двойственное отношение к Рицце, никогда я его не любил, всегда не любил его грибы, но здесь он выиграл бронзу, забегая вперед. Были возгласы тоже что-то нечестно, а по-моему честно, то, как он катал, то, как это было действительно в произвольной, в произвольной возможности, смотря на то, что произвольная у него была тоже нечистая, тоже там с парой помарок, прокат жизни, наверное, выдал в произвольной, никогда в жизни он так хорошо не катал, и не зря он личный рекорд установил. Согласен. Вот Оля была на прокате, она, наверное, тоже поймала эти вибрации отрица, что как бы к нему не относиться, то, как он катал, да, всего прыгал, а дальше тройные, то, как он прыгал эти тройные, то, как он катал эту программу, это было здорово. Ты, Андрей, абсолютно прав, я к крыльце отношусь совершенно параллельно, но прокат был хороший, было видно, что он складывался, было видно, что он старался, и выглядел он действительно хорошо, публике он понравился. Ну, да, что сказать, ну, бронза, в итоге, заслуженная получилась. все было в руках других мальчиков, они не справились, вариться постарался, вариться молодец. Вот, но это мы вперед про бронзу немного забежали, пока короткая, Грасль, именно этим, может быть, объясняются такие относительно умеренные баллы за компоненты, обычно его грибуют, это вариться, не меньше, чем Васильевца, потому что Грасль прыгал квад, и прыгнул его и на плюсы, да, у него там была, была на триксели помарка, но тем не менее, прыгнул квад, причем старший квад, сложнейший квад, четверной ридбергер, хотя, старшие квады, они зубцовые, но ридбергер самый редкий для исполнения квад, поэтому, он, наверное, самый сложный, до сих пор остается. получил невеликие баллы, потому что компоненты низкие, признаться, они на самом деле у него невысокие, это тоже тот случай, когда есть над чем работать, и это работа ни одного и ни двух лет, и получается, что двое из Италии получали сравнительно близкие баллы, не захотели сами итальянцы ставить ридица выше Грасля, и поэтому чуть ниже его поставили в короткой программе, я считаю, это было справедливо, потому что мы видели именно в короткой программе, это было по делу. Брезина на восьмом месте, неожиданность для меня, я считал, что он там едва ли не в тройке должен быть, рядом с ней, накатал, что накатал, приехал сюда, разумеется, без своего тренера, без Арутиняна, потому что Арутиняна чемпионат в США, разумеется, опять уже для него это болячка, которая чер знает сколько времени с ним сдвоил прыжок с Альховым, а может нельзя сказать, что сдвоил, может стоит сказать, что не умеет он прыгать 4-3, а прыгает 4-2, но уже не буду так грубо, а дальше больше он катался не слишком выразительно, и на флипе нагрязнил, и на трикселе, и вообще был неряшлив, получил невеликие баллы, был очень хорош он на этапе гран-при, и в финале гран-при был хорош, хотя его отправили подгребного обсеровского подростка, и поэтому мимо подиума он пролетел, но здесь, к сожалению, ниже своих возможностей выступил, может быть, акклиматизация, в США же он тренируется, я не знаю, что причиной начинать мира, жду от него более удачного проката. Андрей, еще встречается мнение, что возрастным спортсменам, к которому можно его тоже отнести, очень трудно поддерживать хорошую форму весь сезон, и что вот вроде как его на гран-при хватило, а дальше тяжеловато уже продолжать, вот пример еще Воронова приводит, который тоже с полсезона держится, а дальше хуже-хуже выступает. Неплохо то, что ты это озвучила, начинать мира посмотрим тогда, кто прав, есть ли такое, или это рассуждение несколько заверши притянуто. На седьмом месте Быченко, израильтянин из Киева, по крайней мере раньше он в Киеве жил, уже не знаю, где сейчас, приходит понемногу в себя, восстанавливался тоже после травмы на этапе гран-при там и двойные прыгал, и тройные прыгал, и беста в итоге нормального не получил. Здесь в короткой программе даже относительно успешно выступил, прыгнул квад, пожалуйста, квад, триксель, каскад 3-3, это тот набор, которым не гнушались все, вплоть до чемпионов мира, олимпийских призеров в этом сезоне. Два квада очень немногие заявляли, цена этого риска была высока. Его друг по сборной Самохин тоже показал хороший прокат. Я говорю, мужчины радовали в короткой программе, это было настоящее шоу, это был настоящий турнир, это было нечто из ряда вон, если чемпионат Европы будут продолжать так радовать, он скоро станет как, допустим, футбольные чемпионаты, когда чемпионат Европы считается едва ли не сильнее и интереснее, чем чемпионат мира. Заявлял два квада Самохина, и даже прыгнул их. Другой вопрос, что качество этих квадов страдало, поэтому прыгнул и два квада, и каскад 4-3, соответственно, с одним из квадов, и тройной аксель, но в итоге сумма по баллам оказалась невеликая, всего лишь 86, при чистом протоколе, без галок, без каких-то отметок. Невысокие и непрыжковые, невысокие гаи, два квада, сумма гаев отрицательная за эти два квада. Или если сюда же прибавить и триксель, то там они примерно в ноль все три прыжка выходят, а по базе они 30 баллов, то есть при умеренных гаях там плюс 2, это было бы 6 баллов дополнительные, ну так 92, а не 86, 86 кажется достаточно умеренными баллами, а для двух квадов так и низкими, а 92 уже и неплохо, хотя для двух квадов тоже маловато, наверное, было бы, при том, что получил приличные компоненты, 40. Непрыжковые, невысокие, невысокие гаи, это все играет роль, проигрываешь на каждом элементе по баллу, по полтора, казалось бы, ну что такое, балл, мелочь, а элементов 7, по полтора балла на каждом из 7 элементов в сумме 10 с половиной, ну вот так и выходит, а где-то еще ошибешься, где-то еще минус, примерно как он на четверном сархиве получил, минус 2, 22, где-то еще минус получишь, вот это получается, что вместо каких-то условных к 98 баллов, он получает 86. Макс Кофтон на пятом месте, упал, опять же, тоже два квада заявлял, вот еще один человек, который два квада заявлял и прыгал, и это вам чемпионат Европы, если вы помните, четверного сарха упал, поставили там ему недокрут, этот недокрут уже мало что стоил, балл с небольшим, тем не менее, гаи у него повыше, но, если сравнивать с Самохиным, тут сложно сказать, грибы, не грибы, наверное, грибы, с другой стороны, если сравнивать с лидерами, особых грибов Кофтону не дали, как грибовали лидеров. Как Кофтон смотрелся с трибуны, то Оля должна рассказать. Оля. Ну, как Кофтон смотрелся с трибуны, как обычный Кофтон, если честно. Ты не была впечатлена? Ну, скажем так, вот выезжает он, высокий, красивый, статный парень, да, и хочется от него такого же катания, как вот от Саши Самарина, да, то есть, такого какого-то убедительного, можно сказать, а какой-то, не знаю, какая-то растерянность у Ингрии, что ли, сразу. Вот такое впечатление. Француз на четвертом месте. Мы уже к тройке подбираемся. Неожиданный француз, хотя оба француза были неожиданными, и вьетнамский француз Фа, и Кевин Эйма тоже был неожиданным. Очень хорош был, забегая вперед в обеих программах, несмотря на ошибки. Очень много сил сохранил к концу программы. Много выносливости было у него. Неясно, как так получается, что у французов они идут прямо командой. Один очень сильный, другой очень сильный. И не было же их таких, а вот они появились. С другой стороны, может быть, таких выводов преждевременно делать не стоит. Часто так бывает. В мужском одиночном. Критикуем все время женское одиночное, но в мужском одиночном уже сплошь и рядом. Так, кто-то назначается новым гением, кто-то назначается новой надеждой, в ком-то видит огромные перспективы. А год-два, и он сдувается, и он уже в гуще других, а в лидерах совсем иные люди, иные фигуристы новыми надеждами назначаются. Здесь, по крайней мере, на этом турнире был исключительно хорош, какой-то... Ну, сальто не сальто. Очень редкий акробатический элемент на дорожке исполнил. И когда я говорю очень редкий, это не значит, что его кто-то исполняет. Никто такой не исполняет. То есть это был уникальный элемент. Да. Я когда увидела, у меня полезли глаза на лоб, там вся трибуна ахнула. Это, конечно, было фантастически. А что хочется сказать по Кевину, что действительно он, можно сказать, даже для меня, я как бы знаю его имя, да, видела его раньше, но на этом чемпионате Европы он стал для меня действительно открытием. Это один из тех фигуристов, на которых было прям приятно очень смотреть в обоих программах. С одной стороны, хороших баллов ему дали 88, а с другой стороны, если бы он весь сезон так катал, то там едва ли не на 10, ну 10, не 10, намного больше мог бы получить. Посмотрим, что будет дальше, что будет начинать имя, и что будет в следующем сезоне. Рано раздавать авансы тут, это как я про Ковтуна говорил, что рано, говорит, что он вернулся. И ведь действительно, Ковтун, как выяснилось, вернулся, только смысл теперь в это выражение другой вкладывается. Я бы еще про Ковтуна добавила, что он один из немногих, кто в короткой программе прыгнул каскад 4-3. Морис тоже его прыгнул. Тут, к сожалению, немного доблести. Хавьер Фернандес тоже, он 4-2 только прыгнул. Простили ему на этом 4-2 недокрут на тулупе, да, он там крохотный какой-то, там буквально я с циркулем не мерил, конечно, не имею вычислительных мощностей там японских. Ну, недокрут там был, пусть маленький, я не знаю сколько. Хотя вот смотрю протокол, кто-то даже плюс 5 ему ставит за этот 4-2. На Сальхове ему недокрут поставили, потому что простить его было невозможно. Тем не менее, ГАИ у него все равно не отрицательное нулевое за этот Сальхов. На Акселе он сам допустил ошибку, но ее очень умеренно оценили. Он даже минус 2 не получил. В общем, я не знаю, чем он недоволен, потому что, вот смотрю, дорожка, она почти на плюс 5 оценена. Не знаю, чем он был недоволен, но очень неприятно себя повел Хавьер Фернандес, очень неприятным себя человеком проявил. Понес совершеннейшую несуразицу на пресс-конференции про то, что он сам знает, когда он катает плохо, когда он катает хорошо, про то, что оценили его несправедливо. Дословно там звучало, я-то знаю, как я катаю, и я бываю зол, когда я катаю плохо, а получаю хорошо. А когда я катаю хорошо, а получаю плохо, то тогда уж вообще. Действительно, это было вообще. Очень ему не понравился этот недокрут на Сальхове, в частности. Он до сих пор, наверное, пребывает в уверенности, что его не было. Хотя он был. И был недокрут, на самом деле, хорошо пожарили Фернандесов коротко, был недокрут у него на Тулупе, повторюсь. А что еще не понравилось, что это вся история спецконференции, она получила продолжение. Была запущена в соцсетях компания настоящая, после чего можно было обнаружить все его видео на Ютубе на том же. С миллионным комментарием слишком мало поставили. Недокрута нет, свинское судейство, ну и дальше про русских, которые все это устроили, там в отмеску за недокрут Загитова, или чтобы вытащить Самарина, или чтобы Калиду отгребовать, и так далее, и тому подобное. А секрет прост всех этих комментариев, то есть настоящая компания, как это работает? Есть аккаунты, которые аккумулируют фигурно-катательную публику в соцсетях, там в том же самом Инстаграме. Публикуются, специально выдергивается кусочек этого видео, где он там с Альхов прыгает. Монтируется это видео таким образом, что недокрут не виден. Там выдергивается кадр, выбирается специальный ракурс, технологий много. После чего вбрасывается этот пост, где вот этот кусочек видео с подписью «4 сархов, недокрут». Вы видите недокрут тоже, как и я. Я сам увидел это там, я не пересматривал его прыжки, я вижу, недокрута нет. Разумеется, мои действия какие. Я пошел на Ютубе, нашел его выступление, включаю, есть недокрут. И недокрут такой, что бывает недокрут на грани, бывает недокрут, где не на грани, но он небольшой, там можно сказать, там можно простить. А тут такой, ну не простить и не заметить никак нельзя. Вот он есть и все. Но тем не менее, компания запущена, то есть публикуется такой пост, а после чего, соответственно, люди это читают, там допустим, на одном аккаунте, там сколько, в Инстаграме, 18,5 тысяч, что ли, там у него подписывают. После чего, и эти же люди идут на Ютубе и начинают там, как стадо баранов, как лемминги, писать эти комментарии. Толпа такая, тупая и неуправляемая, наоборот, управляемая. Про злых русских, про неправильное судейство, про купленных судей, а там еще техконтролер же была, наша. Короче говоря, там много такого, кто не верит, может пойти почитать. Я не знаю, зачем дело это Фернандес, ну понятно, зачем он приехал сюда, приехал сюда завершать карьеру, приехал сюда рекламировать свою вновь открываемую школу, он приехал сюда шоу свое рекламировать, в том числе, а тут ему вот, типа, недокруто ставят, мешают его бизнес-проекту. Ну, в общем, проявил себя очень мерзким, токсичным человеком, беру на себя смелость сразу так его окрестить, любили Хави, уважали, всегда ждали его выступлений, пока не последует извинений. Я лично, своего мнения, да, кто я такой, это слишком громко звучит, вот ты лично не изменишь свое мнение, но вот, зрители, они такие, болельщики. Не изменю о нем, так вести себя нельзя. Андрей, скажу свое мнение по Хавьеру, да, он приехал, знаешь, как вальяжный кот, и решил, что это седьмое золото, ему просто положат на блюдечке с голубой поемочкой, и тоже, меня его поведение после КП разочаровало, абсолютно. И да, если тут есть его фанаты, если интересно, в мое мнение, вживую, он не произвел на меня такого впечатления, как про него пишут люди, как бы, показался скучноватым, и такое было ощущение, что он ленился катать, то есть, делает это все на а, пофиг, и так поставят, и так дадут. Так что, как-то вот так вот. Понятно, что были у него проблемы, связанные с простою, связанные с недостатком соревновательной практики, большой спортсмен, тем не менее, он с ними справился. Вопросы к нему не относительно его спортивных качеств, относительно человеческих вопросы, относительно короны той же самой, относительно, как тут он в чате пишет, хамство. Действительно, это имело место, у нас, опять же, это все не освещает, как обычно, если бы наш кто-то так себя повел, нашего бы уже заплевали. Когда это сделал иностранец, это все ретушируется, это все не освещается, как обычно, своих ругаем, чужих хвалим. Я не против ретушировать, но давайте тогда и к своим точно так же относиться. Должно быть все наоборот. Другим должно быть в 10 раз, или, по крайней мере, в 3 раза критичнее надо относиться, а своих в 3 раза больше любить. Идем дальше, двигаемся. Саша Самарин. Да, на втором месте был Самарин в короткой программе. Дорого ему обошлась эта его акция на флипе. Отлично он прыгнул. Лучшим, наверное, комплиментом будет сказать, что он прыгнул свой каскад в четверную лустроную тулу, как Буэнзинь. Но на флипе он изобразил нечто невообразимое. Он же собирался прыгать в четверный флип, но в последний момент передумал, и он выпрыгнул как на четверной, но скрутил только тройной. С невообразимой этой высоты падал на лед, потом и развернулся, и вторую ногу поставил, и летел с высоты четверного, очень высоко было. Приземлился то он на одну ногу, а потом он уже развернулся, и две ноги нахуй вперед, это было уже, это был уже четвертый оборот на льду. Получил из-за этого очень большие минусы, спокойно прыгнув в тройной флип аккуратненько, он бы получил не 3.33, как получил, а допустим, получил бы 7 баллов, сразу 3.5 балла. Не 92 бы набрал, а 96, или там даже 97, там еще компонентов бы это ему добавило. Остальном был хорош, прибавляет по сезону, он и прибавлял по сезону, и на этапы в гран-при прибавлял, и здесь прибавляет. Эта медаль ему здорово. Поможет. Ему, конечно, надо не сбавлять обороты и на мире себя проявить, и тогда его иначе будут оценивать на этапах в гран-при, дадут больше грибов, и я говорю не про грибы федерации, а про международных судей, которые не склонны его оценивать. Тот же самый флип четверной, допустим, прыгать. Будет тогда он восприниматься ими как реальный мультиквадист, а не какой-то там читерский или получитерский, который там один квад прыгает, а один рассказывает, что прыгает. И тогда действительно в гору пойдет карьера. Удачи ему в этом. Я бы еще про оценки добавила, вот в частности компонентов. Только у судьи номер один, вот мы семерки видим, но мы видим, что у Саши и девяток там ни одна, и ни две. 8, 75, 42, когда у Калиды там 46. В принципе, наверное, и компоненты неплохо, неплохо дали. С компонентами тут вопрос скользкий. надо работать Саши над компонентами, и он здорово над ними работает. То, что было в прошлом году, это вообще увы и ах. Сегодня лучше, но это не значит, что в этом году он потолка достиг. Тут потолка достигать и достигать, пусть работает. Прогресс виден невооруженным взглядом, до потолка еще далеко. Ну и Каляда огромные грибы получил. Ну как, если с грибами сравнивать, конечно, и у Каляды грибы, и у Финандеса грибы, и с Самарин четок грибов получил. Но, тем не менее, огромные грибы Каляда получил. 4,3 этот его каскад, который на плюс 3 с лишним отгребован, не отплюсован, а отгребован. Корявенький, невнятненький. Это что-то было в стиле ханю, вы простите меня, но это в плохом смысле ханю, не в хорошем, когда вот ему какие-то корявые прыжки, корявые выезды плюсуют на большие плюсы. Это оно. Ну и дальше огромные плюсы тут у него везде. На Трикселе только не слишком, но на Трикселе там было вообще не очень хорошо, и тем не менее, тоже плюсы. Ну, в общем, грибы как они есть. Получил 100 баллов, но грех жаловался тому же, допустим, Хави, что Каляда отгрибовали, его нет. У Хави еще больше грибов, если смотреть по грибам, это я пристально смотрел. Если так смотреть, то у Ковтуна как раз грибов не было. У него они были, но по сравнению, допустим, с Калядой и с Хави у Ковтуна вообще не было. И это тоже объяснимо. Эти ребята у нас седьмой разминки катали, а Ковтун четвертый в короткой программе. По короткой программе что еще можно сказать? Ну, не сорвал ничего Каляда, уже это успехом можно считать, а то, что дали грибов, ему они не помогли. Забегай вперед, дали грибов и что толку? В принципе, по короткой программе у меня все. Я бы еще хотела у Оли спросить, как Каляда выглядел в короткой? По экрану, по экрану могу сказать, впечатление хорошее производит, а в реальности как он катал эту короткую? Там, в зале, что видно было? В зале видно то же самое, что и по телевизору. Как я говорила раньше, Миша, безусловно, хорош. Вот ему стабильность прыжков и это он бы просто обожил. В короткой прямо мы были в восторге от него. К сожалению, увы, весь вечер мы шутили, что надо радоваться и прокату в короткую, потому что на ПП особых надежд нету. Увы, все так и случилось. После короткой программы Андрей заметил, что все-таки он очень тяжело дышал и тоже тут сомнения по произвольной уже действительно у всех стали закладываться. Катает он, безусловно, красиво. Людям нравится, даже людям, которые первый раз смотрели фигурное катание, он производит на них впечатление. Вот и все, что можно сказать. Неосторожно высказал я. Вообще многие мысли, которые высказываешь во время просмотра, они потом теряются для итогов и наоборот. Потому что тебе кажется, что ты их сказал, а здесь ты их не озвучиваешь. Да, действительно, стоило бы это сказать, но я тогда это сказал, сейчас поэтому об этом не вспоминаю. Отметил я, что очень тяжело коледак дышал после короткой программы. Так это не видно было, но насколько это выглядело жестко и в кике, и у него на лице, то есть одно дело сама одышка. У всех одышка и почти у всех. А другое дело все-таки сопутствующие какие-то мелочи, тонкости, какие-то нюансы, мимики. Было видно, что очень непросто далось. И, в общем, видимо, действительно, Ира правильно говорит, сомнения о произвольной вот уже здесь закрадывались. Конечно, того, что случилось, никто и не ждал, и не думал, и не мог даже предположить, что будет так. Но, увы. Калиде, наверное, поможет обряд газорцизма, я так думаю. По Калиде, если вы уже сейчас про Калиду, а не после произвольной, тоже из комментирования могу повторить. Мне почему-то кажется, что он сменит тренера неизбежно. То есть, это не вопрос того, что ему поможет. Мне кажется, что следующий сезон будет другим тренером. И мне, собственно, все равно, куда он пойдет. Это тоже то, что говорилось еще осенью, а может даже и летом. Абсолютно все равно, кто там. Мишин, Буянова, Беридзе, Арсер, Арутюнян, кто угодно. Четверухин или Соколовская, Руковицын. Все равно, куда он пойдет. Ему тренера надо менять. Единственное, что я добавлю, что все-таки заокеанские варианты это все от лукавого. Никому за океаном первого номера нашего тренировать не надо. Никто за океаном счастлив не будет. Одно дело тренировать какие-то юные кимы и прочие непонятную фигуристку из непонятной страны, чтобы конкурентам носу тереть и вообще. И другое дело себе реального конкурента русского, про которого заранее известно, что если он нормально начнет катать, он едва ли не на золото сразу будет претендовать. Поэтому, мне кажется, все заокеанские варианты это только себе во вред будут. А вот наши варианты любые, пожалуйста. Андрей, ну у Мишина есть лазуки. Соответственно, у Самарина тоже, вот насколько это же комфорт в группе, когда есть уже свои первые лидеры, номера, это конкуренция. Она же не сразу возникла, как вот конкуренция существует изначально в «Фрустальном» сейчас. Там же этого нет. То есть, нужны ли российским тренером вот сложности в своих группах? Конечно, нужны. Такой фигурист любому нужен. Что значит, у Мишина есть лазукин, у Мишина есть лазукин, у Мишина есть и Петров. И ничего, и Петров живет, и Лазукин живет, а сейчас целая группа юниоров подтягивается, и никаких проблем. Я думаю, что неважно, кому, для начала пусть покинет то место, где он есть, в которое он, наверное, перерос уже. Когда ты перерастаешь, то получается, начинаешь расти в обратном направлении. Это, наверное, и наблюдается сейчас. Можно еще, наверное, упомянуть мнение Гудина, который жестковат в отношении Миши не так давно сказал, что он профукивает, я извиняюсь, свои лучшие годы в катании. Тут, может быть, уже жестко сказано, но время-то действительно идет, организм не молодеет. Да, все так, время идет, а результата нет. Как бы ни было, тяжело сейчас, как бы ни было, не просто сейчас, дальше будет еще не проще. И пример у нас уже есть, это Воронов, не знаю, наша боль, наша память. Для большинства из тех, кто здесь присутствует, Воронов, это, наверное, такой ветеран уважаемый, которого все любят. Ну, вот этот пример того самого фигуриста, который тоже разбазарил себя с великолепными данными, с великолепными возможностями, с огромным талантом. У него другая история, он как раз не стеснялся менять тренеров и побывал, наверное, у всех тренеров, у каких можно. А понял все про себя, наверное, как раз только после Хрустального. Хрустального он тоже покинул, но тем не менее, именно в Хрустального у него пошли результаты, а после Хрустального они там худо-бедно остались. То хуже, кто-то улучшен. Понял он, повзрослел, понял, как нужно работать, как нужно к себе относиться. Но было уже поздно, уже возраст не тот и, к сожалению, уже выше головы не прыгнешь. Такая вот история про Воронова невеселая. Был он в этом году в финале Гран-при и в прошлом году был хорош, но его и ах, тяжело ему, конечно, в этом возрасте показывать то же, что показывают 16-летние. Там, кореец был, например, его возраст и возраст Воронова.